Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают И дети Я это точно выяснил Мы же с вами профессионалы Не беспокойтесь, все пройдет точно по вашей схеме Я понял, потом обязательно позвоним Всего доброго Нет, нет, милый, прошу тебя Не надо, это чужой дом И вообще Андрей может дойти Да и черт с ним с этим Андреем Я тебя три дня не видел, целых три Мы быстренько, вот и мы быстренько И совсем тихо, как мышки Какие еще мышки? Отпусти меня Ты совсем обалдел Что ты делаешь, Туайнц? Ай, это что у тебя такое? Ты мне боленешь Это мне? Да Ты выйдешь за меня замуж? Да или нет? Да Да Хайнц, Господи, какой я красивый Наверное, куча денег стоит Ну, конечно же, да, дурачок Черт Быстро одевайся Роденок, ну все, пошли Я не пойду Молодя Хайнц Хайнц Помоги, пожалуйста Быстрее Хватит приставать, пожалуйста Ну, дорогая, кажется, мы в ловушке Интересно Что с нами сделают твои русские хозяева? Сошлют на рудники в Сибирь? Тебе весело? Весело? А я точно лишусь места Плевать Ты выходишь замуж Комарики, фонарики, ура Можно я тебе помогу? Соня, веди себя прилично Держи фонарики Угадай, сколько мне лет? Я думаю, Фролину же лет 25 Видно, что Фролина же большая и самостоятельная А вот и нет Мне сегодня только 7 Я еще молодая и красивая Соня, давай прыгай, я тебя ловлю Не хочу Пусть лучше он прыгает А я буду сама вешать свои фонарики Это же мой день рождения, а не его Ну, хорошо, тогда я пойду и спрячу твой подарок Он будет лежать у меня до следующего твоего дня рождения Нет! Ну как, нет, нет Да, да Нет, ты все проворонила Пожалуйста Софи Андрей Познакомьтесь, это мой друг Хайнц Он полицейский Помнишь, Андрей, твой папа говорил, что хочет провести в кабинет отдельную сигнализацию Хайнц мог бы помочь, проконсультировать в этом деле О, так вы не только друг, но еще и по совместительству коп? Да, представь себе Я еще и полицейский А у тебя есть возражения? Да нет, я просто хотел сестре подарок отдать, на котором вы так удобно уселись Вы позволите? Ты совсем моего мишку раздавил Смотри, какой он стал тоненький Извини, пожалуйста Лоти, я, пожалуй, пойду Было приятно познакомиться А мне как было приятно познакомиться До вечера, Лоти Пока, милый Анютушка, я к себе Меня ждет один старый знакомый, срочный разговор Я и так уже запаздываю, увы дела Выходной? Леш, пожалуйста, только недолго, ладно? Но все-таки у детеныша день рождения Обещаю тебе, честное слово Кстати, я давно тебе говорил Что я тебя люблю Я и не помню, когда это было в последний раз Кажется, очень-очень давно Полчаса назад Ой, родная ты моя Я скоро Быстро, быстро, быстро Ааа, дам-па-дам Эх, я так-то хочу Теревы ролики Сейчас Дерьмо Танкин, спасибо. Поберегись. Поберегись. Извини, друг, на этих чертовых роликах фигу стоишь. Если честно, я второй день на них рассекаю, осваиваю, типа, извини. Слушай, анархия. Слушай, анархия, не пора ли тебе перерыв сделать? Ну, может быть, где-нибудь посидеть пока? Накатить? Сдаётся мне, Вонтик, совсем не плохая идея. Может, познакомимся? Кэт, меня зовут Андрей. А ты что, серб? Нет, я русский. Русский? Русский. Круто. Ну, что, поехали, анархия? А за вас. Поехали. Вот так они по интернету около месяца переписываются. Потом он каждый день звонить ей стал. И тут друг Наташка мне заявляет. Я еду в гости к своему Дитриху. Я ушам даже своим не поверил. Ну, послали друг другу пару фотографий, написали десяток письм. И что, сразу в гости? Да ещё за границу. Ну, ничего не поделаешь. Она мне совершеннолетняя. Двадцатый год пошёл. И ты решил тряхнуть стариной. Лично пробить. Что там за герой-любовник у неё завёлся? Ну, ты же меня знаешь, проверил. Нормальный парнишка, студент, такой ботаник. Ну, пусть погуляют. Господи, куда мир катится? Сам стрелок, заслуженный терминатор Советского Союза. Можно сказать, знамя нашего главного первого управления. Дочкиных ухажёров пробивает на безопасность. Давай-давай, смейся, смейся. Лето через десять я над тобой посмеюсь. Будь здоров. Лёха, вообще, у меня к тебе разговор есть. За этим и приехал. Разговор серьёзный? Более чем. Ну, давай, излагай. Хорошо поёшь. Душевно. А мне вот медведь на ухо наступил. А ты пой почаще с друзьями. И научишься, как я. А у тебя много друзей? В смысле, ты с ними что, очень часто поёшь? Да полно. Есть друзья байкеры, рокеры, роллеры. И все это типа поют. А байкеры кто конкретно? Мэти-байкер. 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 Петер. Петер. Петер? У него погонял шкарфейс? Ага. Самую точку он. Мэти-байкер. Мэти-байкер. Да ведь старикашка Петер тоже мой другчик. Так мы же родные сестрёнка. О, Катюша. О, Катюша. О, Катюша. Это наша русская песня. Знаешь её? В ней про тебя поётся. Выходила на берег, Катюша, На высокий, на берег, крутой. Выходила, песню забалдила, Про степного сизоварла, Про того, которого любила, Про того, чьи письма берегла, Про того, которого любила. Эй, парень. Хватит. 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 Подожди. Эй, парень. Кажется, тебе пора подышать свежим воздухом. Пойдём отсюда. Рассчитывайся, Иван. Вот, давай побыстрее. Мы торопимся. Думаешь, я кого-нибудь боюсь? Ты думаешь, я десять лет назад просто сбежал От проблем вносит? Струсил, да? Лёша, Лёша. Нет, стрелок, я никого не боюсь. А за этот рудник, за эти изумруды я воевал. Если понадобится, ещё буду воевать. И никому не отдам. Никто, слышишь, никто не сможет мне помешать. Никто, понял? 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 Воевал он, вояка. У тебя молодая жена, маленькая дочка. Андрюшка наслед... Ты что, за них не боишься? Ты за себя не боишься? Жаль, парень. Но твоя кредитка заблокирована. Что будем делать? Что будем делать? Я сейчас расплачусь наличными, а пока что принесите ещё пиво. Это тебе не Россия, парень. У нас Германия. Халявы не бывает. Ну так что, зовём копов или как? Дайте. Тачи не надо, чувак. Купишь себе на неё клерасилу. Купишь побольше. Иди сюда, прыщавый. Иди, иди сюда, иди. Халявы не будет. Слушай, может быть тебе не стоит сейчас с отцом говорить? У тебя же пиво прямо из ушей льётся. Стоит. Да пусть он своими кредитками подавится. Я знаю, почему он это сделал. Ему это стерва, его нынешняя жена настучала, что я гаш курил. Ну и что? Да, курил. Но больше ведь не курю. Обещал ему, что курить не буду, а он? Да пошли они все, я к матери уеду в Австралию. Вот там природа так природа, гаш так гаш. И всё, что хочешь есть. Бондит! Я не буду повторять тебе, стрелок. Я никого не боюсь. Понятно? Папа? Папа? Кто тебя учил? Рваться без стука? Извини. Извините. Ты смотри, какой красавец вылухал, а? Привет! Здравствуйте, опять. Что случилось? Я это... Это ты меня заблокировал кредиткой? А кто же ещё? Я, конечно. У нас договор по поводу наркоты был, был. Ты не сдержал, не сдержал. Так какие могут быть обиды? Будешь теперь на карманные расходы и наличные получать. Иногда. Ну, я же обещал тебе, что завяжу. Я обещал. Тебе, что пять лет? Ты мне подставил. Знаешь, как подставил? И девушку пригласил, а мне платить нечем. Денег дай мне. Я дам ей. Для сына к матери уеду, раз так. Это ты мне что, угрожаешь? Андрей. Да ты пьян. Ты пьян. В день рождения сестры. Знаешь, я с тобой потом поговорю. Давай, пойди, проспись. Да, я думал, у меня с Наташкой проблемы, а тут. Да. Раз так, я тогда вообще из дома уйду и живи то со своей молодой козой. Щенок. Постой. Немедленно вернись. Андрей, вернись немедленно. Да пошел ты. А-а-а-а-а! А-а-а-а-а! А-а-а! И правда, полегчало. Здорово ты это придумала. Спасибо. Это не я. Фильм «Кабаре» видел? Нет. Тёмный вы народ русский. Запомни это место, я тебе его дарю. Станет худо, приходи сюда орать. Сбрасывать негатив. А потом смотри на звёзды. И всё как рукой. Смотри. Смотри, всё как рукой. Ты очень клёвая. Ха-ха-ха! Чёрт! Опять у Петра мобильный отключён. А зачем тебе сейчас, Петр? Хочу одолжить денег. Тебе вернуть. Забей. Нет, я так не могу. Тебе вернуть. Электричка. Ари. А-а-а! А-а-а-а! А-а-а! Оп! Ещё! Ещё! Ещё немножко. Последнюю. С днём рождения! Ну что, сейчас поедим торта, а потом моя принцесса в постель. Уже очень поздно, котёнок, да. Лотя тебе почитает сказку. А потом мы ещё с папочкой придём поцеловать тебя на ночь. А чупа-чупс Андрюшечка мне обещал. Я вовсе не хочу спать. Я буду его ждать. Детёныш, Андрей позвонил и сказал, что у него друг заболел. Андрей должен быть рядом с ним. А завтра он приедет и привезёт тебе твой чупа-чупс. Даже два. Угу. Угу. Ну вот. Ну а теперь приступаем к торту. Выбирай скорее. А мне, пожалуйста. Ура! Скажи, а ты что и правда русский? Самый настоящий. Стопроцентно. А вот моя мать говорила, что у меня прабабка была цыганкой. Значит, ты не должна бояться лазить в чужие дома. Цыгане воруют только лошадей. Причём желательно породистых. У меня дома есть для тебя кое-что покруче породистых лошадей. Что может быть круче лошади? Ну только целый табун. Но не цыгану это не понять. Через пять минут ты будешь иметь в подарок целый табун лошадей. Как романтично. Пьяная немецкая цыганка и сумасшедший русский миллионер. Ну правда, Анют, ну ничего не поделаешь. Придётся вам с Сонечкой ехать в Швейцарию без меня. Андрёшку с собой захватить. Это ненадолго, честное слово. Ну зачем, Лёш? Поверь, так нужно. На моём изумрудном руднике в России возникли проблемы. Мелочи, конечно. Но я должен во всём тщательно разобраться. Я тебя одного не оставлю. Ну пусть дети с кем-то другим поедут. С Лоти, например. Анюточка, не сердись, но этот вопрос не обсуждается. Так будет лучше для всех, для нас. И безопаснее. А? А-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а-а! Лоти. 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 Что случилось, милая? Лотти, кто это кричал так страшно? Я боюсь. Это тебе приснилось, детка. Лежи тихо. Я посмотрю и вернусь назад. Хорошо? Ложись и спи. Ложись и спи. Ложись и спи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, сейчас нас застукают. К маме не ходи. Что тогда будет? Да не трусь ты. Все уже свят давно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нифига себе. Просто какая-то пещера горных троллей, блин. Ты хочешь сказать, что все это настоящее? Нет. Игрушечное. Подожди. У моего папашки много всяких бизнесов. Но этот самый любимый. Лучший в мире изумруды. Что это такое? А он хозяин этого самого изумрудного рудника у нас в России. Когда-нибудь он будет моим, типа наследства, блин. Его зовут Леший Глаз. Ну, Глаз тролля по-немецки. Понимаешь? Вот дерьмо. Пожалуй, я так и вправду поверю, что ты сын миллионера. И сколько стоит эта красота? Да много. Неважно. Держи. Держи. Я же обещал тебе подарок. Обещал. Русские на ветер слов не бросают. Он твой. Да? Да. Удивил ты меня. Спасибо. Спасибо. Выпьем. По-русски. До дна. А у меня для тебя тоже подарок есть. Какой? 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ты классный парень, Андрей, из России Спасибо за подарок Еще увидимся Эй, кто здесь? Эй, ты кто? Почему плачешь? Вот дерьмо Ну реально, глюки пошли Эй, глюк, ты кто такой? Ты что, медведь? О, господи Это же просто костюм Фу, перепугал как Ну а кто у нас сидит в медведе? Как тебя зовут? Чего молчишь? Ты хоть мальчик или девочка? Девочка Ты потерялась? Где твой дом? Господи Ну все, успокойся Все будет хорошо Пойдешь со мной? Хочешь? Ну ладно Пойдем Хорошо Хорошо А завтра найдем твоих родителей Хорошо? ЛИ sec Balko Я с ним Вобogan Корошу Не В headlights Нет Страш Jackson Что это Ой 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 Ооооооа Мала 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 Ну что скажешь, Вилли? Он в шоке. К тому же пьян. И, похоже, травы обкурился. Будет говорить? Минут через пять должен заговорить. Лекарство подействует и запоёт, как птичка. Хорошо. Добрый день, господин лейтенант. Хайнц, подожди. Не стоит тебе туда. Добрый день, господин лейтенант. Эй, парень. Ты говорить можешь? А? Давай. Скажи для начала, как тебя зовут. Пап! Сиди. Пап! Пап, почему пап? Эй, парень, что ты там вормочешь? Говори по-немец. Пап, если бы я знал! Пап, прости меня! Встань! Встань! Я ведь вас знаю, да? Вы с Лотти... Нет, не знаю. Хайнс, прекрати. Хайнс, остынь. Ты меня слышишь, Хайнс? Хайнс! Ну, как ты? В порядке. Явно под кайфом был пацан. Насвинячил, подломил витрину, а потом вырубился тут же. Судя по списку коллекции, пропал очень дорогой изумруд. А вот еще что. Он явно был не один, был кто-то второй. Он признался? Ну, пока что бормочет что-то невразумительное. Якобы кто-то вчера приходил к отцу какой-то русский. Вроде угрожал Кривцову. На ходу придумывает. Ну, ничего. В участке его быстро расколем. Улик-то выше крыши. А оружие нашли? Нет. Гильзы от 9-миллиметровой беретты. Вот это-то и странно. Судя по пушке, работал явно профессионал. Куда там этому сопляку? Хотя хрен поймет этих русских. Мафия – одно слово. Я еще раз объясняю, непонятно, куда они делись. Судя по всему, парень внезапно ушел из дома. Хотя странно было день рождения сестры. Ну, вот где девчонку, ума не приложу. Я весь дом обшалил. Я понимаю. Извините. Да, я все сделаю, как вы приказали. Никаких проблем. Я найду их в ближайшее время. Что? Да, трое суток. Понял. Я… Ну, я же вам говорю. Я пылесосю. Каждый божий день. Иначе ж там пылюка, но не продахнешь, а? Андрей-ка, выскочи злой, як собака. Андрей-ка, выскочи злой, як собака. Андрей-ка, выскочи злой, як собака. Понимаете или нет? Так, вы видели, как Андрей с Оридзиас отцом? Так вот то, что я же вам говорю. Понимаете? Там же ж пылесос гудит, як самолет, только бы скрыли. Понимаете? Андрей-ка, он отца, а отец ему хрязь по щите. Андрей-ка, от него выбежал. Я не знаю. Может, я ж он и поняла. Я, конечно, не знаю. Но вы знаете, пылесос гудит, ну, невыносимо. Ну, просто невыносимо. Ну, хватит. По-моему, это бесполезные траты времени. Да, Тирбах. Да, сейчас приду. Шеф вызывает. Начнем все с начала. Ну что, Иван Иванович, сделаем все, как мы с вами договорились? Конечно. Сначала вопросы по списку, а потом короткий комментарий. В вашем фирменном стиле, энергично, хорошо? Конечно, Дашенька, конечно. Замечательно. Работать с вами всегда одно удовольствие. Считайте это признанием в любви. Могу я считать это предложением руки и сердца, а? Андрюша, будем писать. Ой, извините. Подержи. Дед, я не могу сейчас говорить. Что? Дед! 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 Ну, дед. Ну, как ты? Как твое сердце? Нормально. Ну, все, господи. Как же ты меня напугал? Как же это, Даня? Ну, все, все, все. Всех, всех. И Лешку, и жену. И служанку какую-то. Еще не хватало, чтобы ты из-за этих Кривцовых в больницу с инфарктом попал. Они нам чужие люди. Он твой отец. Отец. А где он был, когда мама погибла? А где он был 15 лет, когда ты меня растил? Знаешь, я таких отцов видала? Не надо, Даня, не надо. А мертвых либо хорошо, либо ничего. Это правда, что их всех Андрей убил? Такова версия полиции. Молодец, папочка. Хорошего сына воспитал. Давай помянем его. Дед, ты что, курил? Одну, Данечка? Ты курил? Честная офицерская, одну. Я билет тебе на самолет заказал в Берлин. Зачем? Послезавтра похороны. А что, без меня не похоронят? Он твой отец, Даня. Дед! Даня! Плохой или хороший, но отец. Надо с ним проститься. Нужно, Дань, нужно. Это твой долг. Хорошо, но только ради тебя. Я же говорю, он был со стрелком. И тот ему угрожал. Я своими глазами видел, они ссорились. А вот горничный утверждает, что отец ссорился с тобой. И вытолкал тебя из кабинета. Да я сам вышел. Нет, ну конечно, он слегка рассердился. И дал тебе пощечину? Так? Так. И тогда ты разозлился, взял пистолет отца и всех завалил. Ничего я не брал. Никого я не заваливал. Что вы несете? Я никого не убивал. Сядь, успокойся, юноша. Продолжим наши игры. Значит, ты получил от отца по мордасам из горя. Ушел погулять с подружкой? Кстати, как ее зовут? Кэт. Она была в майке с надписью «Анархия». Да это не важно. Важно, что к отцу приходил стрелок. Ну да. Твой таинственный русский, верно? Почему таинственный? Да я его просто видел, он и раньше приезжал к отцу. Он бывший ГБшник, киллер. Отец называл его «Терминатор». Чего смешного-то? «Терминатор». А может быть, это был Супермен? Или Человек-паук? Он угрожал отцу. Хватит. Хватит нести всю эту чушь. КГБ, стрелок, хреновые киллеры. Не было там никого. И ты, именно ты всех и завалил. Карл. Можно тебя на пару слов? Подумай пока что над моими словами, сынок. Ну, в общем, комиссар отстраняет меня от этого дела. Говорит, пока что временно. Из-за того, что ты ударил этого сопляка? Он говорит, что в этом деле у меня личная заинтересованность. Он имел в виду Лотти. Если я не найду убийцу, я… Держись, напарник. Алло, Петер. Да, это я. Как где? Да блин, в полиции, где же еще? Потом, все потом. Мне нужна твоя помощь. Слушай внимательно. Госпожа Дарья Балдина, если я не ошибаюсь. Да, это я. Вы на церемонию. Вашего отца и мачеху уже похоронили. Вы, кажется, меня в чем-то упрекаете? Кто вы, собственно, такой, чтобы читать мне нравоучения? Меня зовут Хайнстиллах. Я инспектор криминальной полиции. Я расследую дело об убийстве вашего отца и долгих членов его семьи. Ну, так и расследуйте себе на здоровье. Вам же за это деньги платят в евро. Я хотел бы задавать вам несколько вопросов. Собираетесь допросить меня в вашем местном гестапо? И вообще обратитесь к моему адвокату? Даша, ты приехала? Если вы еще не знаете, госпожа Балдина, ваш брат Андрей – главный подозреваемый в убийство своего отца. Андрей – убийца? Вы что, здесь все с ума посходили? Может, вы пиво перепили? Ваши друзья полицейские меня в список подозреваемых еще не внесли? Вы не хотите помогать следствию, госпожа Балдина? Я понимаю, вы не любили отца. Вашему брату разъехать по численно… Стой! Стой, полиция! Стой! Стой, стрелять буду! В сторону! Стой! Зараза! Стой! Свинья! Дерьмо! Дерьмо! Еще какое дерьмо! Удрал сукильцы, но упустили! Ты представляешь, какая теперь вонь поднимется до небес? Блестящая работа, джентльмены! Примите мои искренние поздравления! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Добрый день, Фроли. Кофе двойной, со сливками. Прошу минутку, пожалуйста. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Господа Баллина, добрый день. Господин полицейский, не помню, как вас там… Тирбах, Ханьс Тирбах. Вы позволите? Нет, не позволю. Вы уже уезжаете? Представьте себе, на родину тянет просто с какой-то нечеловеческой силой. А у меня к вам осталось еще несколько вопросов. Я кофе, мисс. Ваш кофе, мисс. Тэнки. Спасибо. Ну что же, это ваша работа. И ваши проблемы, и меня они абсолютно не касаются. Да, но эти они касаются. И вашей жизни, и некоторых дел вашего отца. Моя жизнь, это моя жизнь, это во-первых. А во-вторых, господин полицейский, мы с отцом не виделись много лет. И мне на его дела наплевать. Да, и все-таки, господин Баллина. И не смей вас больше задерживать. Начинается регистрация на рейс 12-08, Берлин, Москва. Все-таки, на всякий случай. Вот моя вазитка. Возьмите. Рассчитайтесь за кофе. Соня, Луда. Вот стерва. Арестованный. Обед. Блин. Ты. Пока я на твое счастье. Испугал, дурак. Что слышно? Вообще-то, Энди, лучше бы тебе куда подальше свалить. Ты не думай, я ничего. Сколько хочешь, можешь тут. Только думай, они меня быстро вычислят. Мне в Россию надо. Слушай, это вариант. Ты по-русски шпаришь. И страна такая, никого не найдешь. Я найду. Стрелка этого найду. Сволочь. Он отца убил. А, так это русский? Откуда знаешь? Знаю. Слушай, а у меня в Москве приятель один есть. В Голландии познакомились. На покатушках. Приедешь к нему. До Москвы добраться еще надо. Доберешься, Энди. Сейчас братву поднимем. Найдем концы. Считай, ты уже в Москве. Эй, ты зачем из-под крана пьешь? Пить хочешь? Так бы и сказала. Холу есть в холодильнике. Держи. Тогда я сама все выпью. Как тебя зовут хоть? А ты вообще говорить умеешь? Разговаривать. Может так? Эй, погоди. Отличный костюм. Кэт, открывай. Я знаю. Ты здесь. Лучше открой. Дерьмо. Привет, Оте. Проходи. Я просто легла вчера поздно. Еле проснулась. Не помнишь, какое сегодня число? Сегодня седьмое. Седьмое? Нет. Восьмое. Я вспомнила. Точно. Восьмое сентября. У тебя хорошая память, Кэт. И ты, наверное, помнишь, что должно было случиться первого числа. Оте, понимаешь? Такой месяц неудачный был. Но я же отдам, ты знаешь. Конечно, знаю. Знаю. Прямо сейчас и отдашь. Ты за кого меня держишь? Я тебе второй раз откладываю срок. Прихожу и опять неудачный месяц. Они у тебя вообще удачные бывают? Не ори, ребенка напугаешь. Какого нахрен еще ребенка? Не зли меня, детка. Дядя Отто больше не твой любовник и не обязан тебя содержать. Он хочет получить деньги за квартиру. Отто, ну поверь. Я сказал, сейчас. Ты что, не поняла? Я поняла. Сейчас. Вот смотри. И что это за дерьмо? Изумрут. Я клянусь, он настоящий. Откуда он у тебя? Парень один подарил. Ты спишь с миллионером? Не твое дело. Скажите. А раньше тебе нравилось? Что, миллионер лучше меня? Отто, я тебе больше ничего не должна? Возможно. До свидания. Я еще проверю камушек, детка, и вернусь, если что. Учти. Пацана найти надо. Единственная зацепка. Ты о чем? Я сегодня с сестрой его старшей поговорить пытался. Стерва еще та. Такая сама могла отца заказать. Хайнц, оставил бы ты это дело. Так и дров наломать можно. Старик, я все понимаю. Я тебе очень сочувствую. Лотти была замечательная. Но найдешь ты этого мальчишку и что пристрелишь? Это пожизненное, Хайнц. Пацан здесь ни при чем, ни при чем. Какой из него убийца? Сопляк. Еще текилы? Да, пожалуйста. Нет, не надо. Видел, как он плакал? Ты что, веришь его рассказам о таинственном стрелке? Почему бы и нет? Да, мальчишка, просто выкручивается. Извини, старик. По-моему, ты просто теряешь голову. А, впрочем, в любом случае, можешь всегда на меня рассчитывать. Спасибо. Господи, что же мне с тобой делать? О чем я думаю, дура? Тебя же ищут, наверное. У тебя родители есть? Погоди, погоди. Не плачь. Мы разберемся обязательно. Позвоним в полицию. Они найдут твоих папу и маму. Хорошо? Из коллекции изумрудов, находящихся в доме, похищен самый ценный экземпляр. Специалисты называют его леший глаз. По предварительной оценке, его стоимость составляет... Понимаете, тут такое дело. С места происшествия пропала семилетняя дочь Кривцовых, Софья. Ее труп не был обнаружен полицией. Одной из причин расстрела семьи Кривцовых могла оказаться коллекция изумрудов главы семейства. Дедуля! Ох! Наконец-то! Привет! Я уже дождался! Ну, как ты? Да, да я-то ладно. Ты есть будешь? Пока не хочу. И что там в Берлине? Да, город как город. Немцы зануды. А что следствие? Есть новости? Пока нет. Зато братец мой, сводный, такое представление устроил. Удрал прямо с кладбища. Чистое кино. Жаль, камеры не было. Угу. Надо же. Прыткий парень. Даня, как ты думаешь, это действительно он отца? Все улики против него. Не приведи господь. Родной сын. А девочку нашли? Ищут. Вот тоже сиротой осталась. Теперь у нее, кроме нас с тобой, никого нет. А что, завещание огласили? Завещание? Все порвну между всеми детьми. Андреем, Соней и мной. Акции Изумрудного тоже в равных долях? Я же говорю, все. Я думаю отказаться от всего этого. Это еще почему? Ну, зачем мне отцовские деньги? Не хочу. Душа не лежит. Хм. Так. В благородство играем? Ты Изумрудный помнишь? Ну, при чем здесь Изумрудный? А при том, в этой земле мертвым грузом лежат миллиарды. А твой отец пальцем не пошевелил, чтобы открыть там разработки. Дед. Да не перебивай. Знаешь, что будет, если ты откажешься от Изумрудного? Что? А то, Соня еще ребенок. Появится какой-нибудь проходимец опекун, который приберет разработки к рукам. Ну? Что, ну, баранки гнул? Кому-то очень не нужно, чтобы в России были изумрудные разработки. Если ты откажешься от Изумрудного, ты не только себя богатство лишишь, ты отдашь русские разработки в чужие руки. Дедуль, ну прости, я не подумала. Надо думать, Даня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, Энди. Бой пропуск в Россию. Теперь ты Томас Грод. Это же не моя фотография. Конечно, это Томаса. Да ты глянь, вы же на одно лицо. Такую же причёску сделаем, и нормально. Какая причёска? Меня с ним первый же полицай повяжет. Энди, я же не КГБ, тебе фальшивые паспорта лепить. Да пошёл ты! Паспорта ему из рукавов вытаскивать. Что мог, то и сделал, понял? Петер! Петер, извини. Может, правда, причесон поправлю? Или наголо. Потому, мол, он не похож. Да нормально будет. Делаем тебе хайр фиолетовый. Копы только на него пялиться и будут. Фиолетовый. Знаешь что, мне надо домой попасть. Зачем? Паспорт русский забрать. Отец сделал. И ещё кое-что. Там опечатано всё, наверное. Сигнализация. Сигнализация – не вопрос. Это всё-таки мой дом. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Поехали. Быстрее! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты ничего не ел. Я слишком много пил. Пилешь ты как раз не очень много. В России ты бы ушел в запой. Знаешь, что такое запой? Россия. Я же говорил ей. Просил ее не связываться с этим русским бандитом. Где русские всегда кровь и грязь. Не говорите пухи, Хайнц. Я, между прочим, тоже русская. Ты немка. Ты даже родилась в Германии. Ты не знаешь, что такое русские. Нет, я русская. И мои родители тоже были русскими. И я знала очень много хороших русских людей. Господа Варенецкий, Кабашов были русскими. Горнет Глезер тоже русский. Глезер был немец. Нет. Глезер был русский, русский. И твой прадед тоже был русским инженером. Очень уважаемым русским инженером. В России тогда случилась беда. Очень большая беда для России. Да его просто вышвырнули. Все отобрали и вышвырнули вон. В твоей России живут одни бандиты. Нет. Ты очень мало знаешь о России. И, пожалуйста, пожалуйста, прояви уважение. Говори со мной по-русски. Хорошо. Извини. Такси недорого. Нужно? Но мне это. На покровку. Ну, хорошо. Ну, у меня рублей нет, только евро. 70 евро. Ну, поехали. Вон машина. Спасибо. Будь здоров. Очень хороший горшок. Не купанный. Учти. Родной подшлемик 59-го размера. Скорлупа 66-й. Большой размер башки у Фрица был. Саксонский завод выпустил. За 30 тысяч рублей отдаю. Подвинуться не могу. Извини, комрад. Коллекционная вещь. Раритет. Понимаешь? Понятно. А мне бахус нужен. Ну, это я бахус. Ты горшок-то берешь? Нет, да? Понимаешь, мне ваш адрес дал Питер Лангер. Питер? Да, да. Так ты, Эдик, про которого мне Питер мыло прислал, из Дойчленда? Да. Ну, ты даешь, комрад. Из Дойчи, а по-русски шпарик не хуже меня. Вилькоманен Руслан, Эдик! Комрады! Ребята, у нас гость. Знакомьтесь. Наш немецкий брат, Энди. Димыч, сухой. Привет. Отличная прическа. Да, да. Спасибо. Эй, полиглот, хорош выпендриваться. Энди по-русски нормально ж приехать. Ну что, пойдем, шматер кинешь и посидим, выпьем, а? Ну... Давай, пойдем, пойдем. Ну, давай. Прости, условия у нас походные. Придется на полу. Да ладно. А ты, я вижу, налегке. Ну и правильно, в дорогу лучше поменьше вещей, да побольше денег, да? Не, я сумки в камеры хранения оставил. Ага. А ты, я вижу, историей увлекаешься? С лопатой наперевес. Хобби у нас с комрадами такое. Ну что, пошли по пивку? Не, спасибо, не хочу. Давай, 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 а то ребята обидятся. Пошли. Система в жопе. Все хваленые системы в жопе. А Индия в Москве. В Москве тоже система. В Москве еще более говенная система. Мы свободные люди. Мы летим над дорогой, над системой. Черт. Надо валить. Там полицай, который Энди ищет. Какого черта приятеля? Полицейская операция, все назад. Не компанейский пацанчик какой-то. Одну бутылку высосал и в отказ. А че он приехал-то? Кто его знает? Дочь знакомой просил приютить. Я вот что думаю, комрады. Надо нам на немцев напрямую выходить. Варвара кидать, себе дороже. А где Кидалова? Просто будем работать напрямую. Что выкопали, то и продали. А ты че, хочешь, чтобы мы через этого пацана на кого-то там вышли? Да не, этот зеленый еще. А вот дружок его пошустрее будет. И он нам теперь должен. Так что в Берлине перекантоваться есть где. А на месте вопрос решать всегда легче. За Берлин. Ага, давайте. Где это мы вылезаем? Зачем? Ты что, права не имеешь? Ты помог Андрею Грифтову, бежал. Без адвоката я… Ты, нация, я на тебя в суд подам. Слушай сюда, падаль. Вместе с папашей твоего приятеля застрелили мою невесту. Я не разумею. Я не разумею. Слышишь меня? Слышу, слышу. И мне насрать на адвоката, понимаешь? И на тебя насрать. И на всех. И если ты, щенок, мне не скажешь сейчас, где твой приятель, то твои мозги разлетятся по этому пустырю. Понимаешь меня, Петер Лангер? Твоя? Сестра. Ничего такая. Ты чего не пьешь с нами? Проблемы? Да нет. Ты смотри. Может, помощь нужна? Да нет. Пока, наверное, нет. Биография у него что надо. Тот еще тип. Я не думаю, что у нас с ним будут проблемы. Германия нынче очень не любит педофилов. Тем более, педофилов полицейских. Но если ему еще и подкинуть денег, так разговор получится гораздо убедительней. Кнут и пряник. Вопрос, сколько? Да, хорошо. Ладно, я все понял. До свидания. Алло, господин Фолькер. Добрый вечер. Мы пока не знакомы, но я хотел бы с вами встретиться. Поговорить. О чем? Скорее, о ком. Вам случайно не знакомо Урсула Эффенберг? 12 лет. А Петра Беннеш 11 лет. Маркус Кунце, 13 лет. Помните таких? Вы хорошо проводили с ними время в своем загородном доме? Еще раз добрый вечер, господин Фолькер. А вы наглец. Даже не скрываетесь. Вы понимаете, что пытаетесь шантажировать офицера полиции? Знаете, что вам за это светит? Посмотрите, вам будет интересно. Ну и что? Это грубая подделка. Что за бред вы тут понаписали? В это же никто не поверит, это просто смешно. Господин Фолькер, вы же взрослый человек, вы все понимаете. Да, я понимаю. Я понимаю, что ты негодяй и пойдешь за решетку. Руки, руки на руль, мерзавец. Вы все понимаете? Понимаете, что это позор и тюрьма. Понимаете, что выхода у вас нет. Что вам нужно? Всего лишь маленькая услуга. Один неверный шаг в огребанной жизни, и все. И что? Лично я обожаю опасность. В юности я увлекалась мотогонками. Не веришь? Мой мотоцикл стоит у входа. Можем прокатиться. Если попадешь на крючок к Господу Богу, конец. Тебя уже не выпустят. Ты вынужден быть подлецом. Главное набрать правильную скорость. Это мало кто умеет. Но я тебя научу. Как тебя зовут? Подлец Карл. Ну что, поехали? Да. Слышь, Сухой, у тебя от немцев совсем крышу рвет. Ладно, что полезное читал. Как нам бабла нарубить, к примеру. Что пишут-то? Да вот пишут, что какого-то русского бизнесмена в Берлине расстреляли. Владельцы изумрудных рудников, между прочим. Ага, заводов, газет, пароходов. И че, кто его? Сын. Отца и мачеху. Вот и рожай после этого сына. О! А ну увеличь. Ёпоросы-то. Это ж Энди. Точно. Энди. Продолжение следует... Проснулся, дружище? А у нас вопрос к тебе созрел. Какой? Что сейчас в Германии за убийство родного папы полагается? Не знаю. А за укрывательство убийцы? Что ж ты нас, комрад, под Сугундер-то подводишь? Это ошибка. Не, Сухой у нас педантичный, зараза. Он редко ошибается. Полиция ошиблась. Это ты им рассказывай. А мне ты расскажи, с какого-то я перепугу должен, блин, беглого преступника укрывать. Я не преступник. Что ты гонишь? Там чётко написано, ты всех грохнул. Ты пойми, Энди, мы ж люди-то не злые. Тебе нужно было перекантоваться. Мы дали тебе такую возможность. Мы тебе помогли. Теперь ты нам помоги. Ну, скажем, штуки за три. Баксов за спальное место. А? Не обеднеешь? У меня нет таких денег. А Сухой прочитал, что ты сын миллионера. Не, ну, с собой нету. Карточки заблокированы, есть чеки, но они на вокзале. Ну, значит, давай. Пойдём за сумкой. Пойдём. А знаешь что? Давай сам сходи. Я тебе доверяю. Бахус, ты чё? Нормально, нормально, Димыч. Энди нам свой паспорт для сохранности оставит. Ну, ладно. Ладно. Деваться мне всё равно некуда. Ага. Правильно. Сухой проводи гостя дорогого. Каску верни. Пойдём. Ты чё думаешь, вернётся? Куда он денется? Паспорт-то у нас. Блин, это ж не он. Сухой, держи его. Держи его, сухой. Дед. Дед, ты что там делаешь? Лампочку вворачиваю. Дед, у тебя прислуги полные дома. Они что, тебе лампочку не могут вернуть? А что, я сам не могу? Ну, послушай, ну ты уже не в том возрасте, чтобы лампочку вворачивать. Да при чём тут возраст? При том, при том, что ты себя совсем не бережёшь. Ты вчера спать во сколько лёг? В двенадцать. Ну, врёшь. Врёшь. В три. Я у охранника спросила. Ну, в три, в три. У меня переговоры были. Между прочим, я о твоём будущем хлопотал. А, замечательно. То есть, получается, это я виновата в том, что ты себя гробишь. Так? Не болтай, ерунды. Нет, это ты не болтай. Это ты не болтай. Тебя завтра паралич разобьёт. Ты будешь овощем лежать, а я на это любоваться. Вот такое будущее ты мне готовишь. Замолчи. Нет, это ты замолчи. Другие старики вон в парке гуляют, кефир пьют. А ты делаешь всё, чтобы себя угробить. Ты вообще обо мне не думаешь. Дед. Дед, ну что, ты плачешь? Да с чего ты взяла? Я после этих похорон сама не знаю, что со мной происходит. Отца нет, матери нет. Ты моя семья. Я очень за тебя боюсь. Не бойся, Дань. Я ещё поживу. Я ещё правнуков от тебя дождусь. Да? Давай завтра к маме сходим навестим. Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok А ты, говорят, в отпуск собрался? Собрался. Правильно. Тебе сейчас не повредит. И знаешь, лучше б куда-нибудь в горы побродить, чтоб воздух свежий. Я в Москву поеду. В Москву? Узнал что-то новое? Андрей сейчас в России. Может сделать запрос через Интерпол? Нет. Я сам. Хайнц, это плохая идея. Ты на эмоции. Сейчас надо просто прийти в себя. Мне может понадобиться твоя помощь. Тебя не отговорить? Нет. Самолет через пять часов. Ну что ж, если я тебе понадоблюсь, звони в любое время. Спасибо, напарк. Это я. Есть кое-что новое. Хайнц вылетает в Москву. Рейс около восемнадцати часов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Даша! Даш, привет! Ты? Что у тебя с волосами? Это так, для конспирации! Какая конспирация? Ты как сюда попал? Даша, мне помощь нужна! Как ты меня нашёл? А! Вот письмо! Здесь обратный адрес! Это мамин почерк! Откуда это? У отца нашёл! Твоя мама ему писала! Даша, я знаю, кто отца убил! Ты вообще понимаешь, что ты натворил? Ты же сбежал из-под ареста! Просто надо найти убийцу! Надо найти адвоката! А тебе нужно явиться с повинной! Куда явиться? Да меня посадят сразу! А пока я там торчать буду! Не убивал, значит не посадят! Я не убивал! Даша, это же мой отец! Наш! Даша, я правда знаю, кто убил отца! Приходил там один! Ладно! Пошли! Посидишь у меня, я вернусь и поговорим! Пошли! Так! А вот и клиент! Едешь за ним аккуратно! Раньше времени немца пугать не стоит! Ага! Да! Если что, звони! Ага! Вз Dougherheim! Вз ду GB Online! Вз reproductive! Слушай, ну ласка такая編! Ага! Его и вผม все еще раз Of The счет! Тебе такSir Đaldolк! Я sûr妈яна! Вздух! Душная г jegита! Он. Ага! Клиент! Он. Что вы хотите? Ой, извините. Мне убираться надо. Пошла. Вот немчура поганые, понаехали тут. Чего надо? Мне нужен Бахус. Ну? Это ты? Да. Меня прислал Петер Ланге. Мне нужен Андрей. Ошибся ты, мужик. А мне кажется, что не ошибся. Перекрестись тогда и отвали. Понял? У меня дела. Свеси его, Димыч! Получи! Ну, что, нормально приняли дядю? Бахус, ты расскажи, что это за лось такое было? Я знаю. Энди он искал. Может, вместе надо было поискать-то? Не с этим. Опаньки. Все, клиент вышел. Только он тут, похоже, люлей схватил. Ну да, реально, следы побоя, вся фигня. Губа разбита, куртка порвана. Ну, я за ним иду по улице. Все, я его вижу. Хорошо, смотри. Поехали! 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 Львозь! Поехали! Шесть,ərли! Уроды! УOhOhOhOhOhOhOhOhOhOhOhOhOhOhOhOh Спокойно, Хайнц, спокойно. Просто нервы. Здравствуйте, господин Эйберман. Здравствуй, Отто, здравствуй. Господин Эйберман, у меня есть кое-что интересное для вас. Сомневаюсь, Отто, сомневаюсь. А что вы на это скажете? Убери. Почему? Убери быстро. Мари, присмотришь, пока меня не будет. Хорошо, господин Эйберман. Пойдем. Ты что, с ума сошел? Привет, девочки. Напугал, дурак. Соня, привет. Привет, красотка. Ну, что ты? А где здрасте? Узнал у дядю Петера? Ты ее знаешь? Конечно. Это Соня. Сестра моего друга Энди. А ты чего молчишь? Она не говорит. Да, в полицию лучше не лезть. Надо как-то с Энди связаться. Мне бы лучше уехать. Я боюсь. Будем думать. Что? А что у тебя с ухом? Извини. Камень большой, но неважного качества. И сколько он стоит? Я дам тебе пять тысяч евро. Да ладно. Этот камень стоит миллион. Тогда продай его за миллион. Кому-нибудь, кто не спросит, где ты его взял? Камень чист. Чудесно. Я рад за тебя. Я серьезно. Камень чист, как слеза младенца. Чудесно, мой дорогой отец. Прости, но у меня много дел. До свидания. Господин Эйберман, ну хоть десять тысяч. Пять. Восемь. Шесть. Мое последнее слово. Но деньги завтра. Хорошо. Но тогда и камушек получите завтра. Ладно. Договорились. Сюда больше не приходи. Я позвоню тебе и скажу, где мы встретимся. Какой вы пугливый, господин Эйберман. Леший глаз. Леший глаз. Кажется, это здесь. Вот. Эйберман. Вы к кому? К Даше. К Даше Балдины. Нет ее. Как нет? Мы же договаривались. Слушайте, скажите, что Вася к ней приехал. Кто? Она знает. Вася. Минуту. Слушаю. Гаврила Николаевич, тут к Дарье Алексеевне приехали. Какой-то Вася. Проводи ко мне. Нет. Вот сюда, пожалуйста. Здрасте. Мне идти? Подожди. А, Дашу можно увидеть? Вы кто, молодой человек? А, я Вася. Это я как раз вижу. И что же вам нужно, Вася? Мне бы с Дашей поговорить. Дома ее нет. Я думал, она у вас. О чем же вы с ней хотели поговорить? Ну, как? Есть о чем? Вряд ли. Вам с моей внучкой разговаривать не о чем. Почему это? Если не глуп, сам сообразишь. Проводи. Да ладно. До свидания. До свидания. И чтобы никаких Вась я здесь больше не видел. Будет сделано, Гаврил Николаевич. На, захочешь есть, еда в холодильнике. Все, я уехала. Окей. Черт, кто еще? Алло, госпача Балдина? Да, это я. Здравствуйте, госпача Балдина. Это Хайнстирбах. Я надеюсь, вы меня еще помните? Чем обязана? Я сейчас здесь, в Москве. И я знаю, что ваш брат Андрей, он тоже в Москве. Что вам нужно? А, Андрей с вами не связывался? Нет. Госпожа Балдина, я уверен, что Андрей не убивал вашего отца. Я не собираюсь его раистовывать. Мне просто нужно поговорить. Ну, вот и ищите его. Ну, вы же полицейский. Даша, что-то случилось? Нет, все в порядке. Отдыхай. Я уехала. Тихо, тихо. Тихо. Тихо, тихо. Пришла все-таки. Извини, там пробки. Да ничего, я понимаю, пробки. Видишь, а я тут хозяйничаю. Что, опять повыдергивали? Да, тут сколько ни сажай, все выдергают. Знаешь, публика. А сторожу сколько ни плати, никакого толку. Вот придется своего человека ставить. Ты брось ты. Знаешь, Данечка, я вот все думаю о том, что ты мне вчера говорила. Ну и что? Ну что, что. Не права ты. Если я брошу работать, я скоро загнусь. Да я и сама все понимаю, дед. Понимаешь? Угу. О, вот это молодец, что понимаешь. Ой, Данечка, как ты на меня вчера кричала. Я подумал, ударит. Ты, Данечка, у меня к тебе большая просьба. Ты не бей меня. Я старенький. Дед. Ты, Данечка, я occur. Не забывай. Я былак, ты, Данечка. Ты, Данечка. Ты, Данка. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Подержи! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Деда, почему отец так мало со мной общался? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Здравствуй, Леша. Наверное, для тебя все это уже не важно. У тебя совсем другая жизнь. Другая женщина рядом. Мне очень жаль, что я уступила это место. Не знаю. Зачем я тебе это пишу? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прошло столько лет. Наверное, настало время извиниться. Прости меня, Леша. За то, что не верила тебе. Не верила в тебя. За то, что все испортила. Мне очень трудно без тебя. Очень. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спрашивать нужно, понимаешь? Спрашивать. Вот как люди спрашивают, а ты сразу по морде. Вы озверели, что ли, здесь совсем? Спрашивать? Да это полотенце, между прочим, я ей подарил, а ты им жопу свою вытираешь. Да я откуда знаю? Она что дала, тем и вытер. А что я должен был подумать, по-твоему? Открывает мне кекс какой-то здесь, голый, блин, в полотенце. Что ты не спрашиваешь, кто там? Даш, привет. Вашу мать, вы что здесь устроили? Даша, Даша, а куда цветочки поставить? А то вазу-то мы того. Там в комнате другая есть, на стеллаже. Не пищи. Ты похихик еще. Жалко, что тебе мало досталось. Даша. Чего? Я думаю, отца из-за изумрудов убили. Я дневник его читал, там последняя запись прямо накануне. Одевайся. Он пишет, что драка за изумруды начинается заново. Хочешь, покажу? Я вот думаю, может, нам выпить, а? Не, ну немножечко, чисто символически. За встречу. Ну, стресс снять. Я, между прочим, чуть не погиб. Знаешь, у меня тоже стресс. Давай принеси, там бутылка водки есть. В шкафчике, да? А? Это папин дневник. Там про изумрудный, ну и вообще все. И кассета. Граждане! Стол организуем, да? Да? Карл, хорошо, что ты пришел. У нас большая удача. Нам дадут премию? Наверняка дадут. Пришел очень полезный человек. Добрый день. Добрый день, господин комиссар. Где крест? Так он же у тебя был. Был, да всплыл. Может, ты его переложил? Димыч, у меня еще склероза нет. Я куда крест за 10 косарей положил, не забываю. Да ты знаешь, что варвар за него порвет. Энди. Точно, он в той комнате терся. Надо найти козла. Где же ты его сейчас найдешь-то? Если мы не найдем, нам кранты. Варвар таких вещей не прощает. Ну, на крайняк деньги вернем. Ага. Нужны ему твои деньги. Если только не в десятикратном размере. Где же его искать-то? Все в крови к рукам. Ты знаешь, папа так лежал, я его сначала даже не узнал. Представляешь, не узнал. Андрюш, а я, когда их убивали, понимаешь, у меня не было рядом, когда их там. Не говори так, не надо. Перестань, Андрей. Что бы ты сделал? Только рядом лег. Я сделаю. Я эту падаль все равно найду. Все, все. Я знаю. Я знаю, где их искать. Знаешь. Конечно, знаешь. Давайте помянем. Пусть земля им будет. Господи, прости. Все, мальчики, давайте спать. Да. Я поеду. Куда ты поедешь? Оставайся. Какое милое местечко вы выбрали для нашей встречи, господин Эйберман. Это что, филиал вашей ювелирной конторы? Ты привез камень? Не так быстро, господин Эйберман. Деньги. Камень. Я должен его осмотреть. Чего смотреть? Вы его уже видели. Камень. Чего вы копошитесь? Тот самый камушек. Гоните бабки, я вас не знаю. Не так быстро, мой друг, не так быстро. Я должен все проверить. А откуда у тебя этот камушек, Отто? А тебе какое дело? Не все ли равно, откуда? Это просто товар и все. Давайте деньги и разбегаемся. А чего это вы нервничаете, господин ювелир? В чем дело? Может быть, вы решили нехорошо поступить с дядей Отто? Может быть, вы стуканули в полицию? Отто! Ну что ты? Мы же старые партнеры. Как ты мог так подумать? Ты же знаешь меня, Отто. Ах, ты сволочь. Копом решил меня сдать? Да? Так ведь? Ше-с-с! Деремо! Стоять! Полиция! Хорошо, не стреляйте, не стреляйте. Вы опоздали. Он меня чуть не убил. Так дела не делаются. Только попробуй еще раз не вовремя заправить машину. Извини, Карл. Кого я вижу? Старина Отто, собственной персоной. Если б ты знал, Отто, как я по тебе соскучился. Увести. Здравствуй, Даша. Сегодня я уезжаю из России. Наверное, навсегда. Я вот, что хотел сказать. У каждого есть свои родные, близкие люди. Но вот есть они и есть. И ты не очень чувствуешь, насколько это большая ценность. Даша. А ты чего не ложишься? Вася, иди спать. Ну вот, не сложилось у нас с Татьяной. Кто виноват? Ну, наверное, я тоже. Но я не об этом хотел. Мне это важно. Важно то, что теперь я потерял тебя. Это, это очень больно, терять родных людей. Даша, милая, запомни. Самое главное в жизни — близкие люди. Старайся не терять их по глупости. Все остальное — ерунда. Все — ерунда. А эта потеря невосполнима. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Да, я слушаю. Господин Тирбах, это Дарья Балдина. Не разбудила? Не могли бы вы приехать ко мне? Пишите адрес. Доброе утро. Доброе. Проходите. Спасибо, что еще раз согласились поговорить, госпожа Балдина. Можно просто Дарья. Хорошо, Дарья. Меня можно тоже просто Хайнц. Присаживайтесь. Спасибо. Ваша квартира очень милая. Спасибо. Скажите, Хайнц, что немецкая полиция думает об убийстве моего отца? Вы очень деловая. Да, я правильно говорю. Деловая женщина. Так что же? Сначала я должен сказать, что я здесь не по службе. Я занимаюсь следствием сам. Отдельно. Это мое личное дело. Вместе с господами Кривцовыми убили близкого мне человека. Я знаю. Это няня Соня. Да, Шарлотта. Хорошо. Тогда что вы думаете по этому поводу? Я думаю, это убийство связано с каким-то делами вашего отца. Ваш брат Андрей... Вы подозреваете Андрея? Нет. Нет. Андрей мальчишка. Он бы не смог этого сделать. Это был убийца настоящий. Хорошо стрелял и не было нервов. Как вы собираетесь его искать? С помощью Андрея. Ваш брат что-то знает об убийце. Я все знаю. Это был стрелок. Я ничего не сделал. Я не знаю никакого ювелира. Чувак просто попросил меня помочь поменять колесо. Откуда это у тебя? От бабушки. Это семейная реликвия. Фамильная драгоценность. Его бабушке подарил дедушка в день свадьбы. Он ее очень любил. Трогательно. А вот эксперты говорят, что это изумруд леший глаз. И по предварительной оценке стоит он в районе 500 тысяч евро. Старый козел предложил всего шесть штук. Вот что, значит, ты все же знаешь ювелира? Врат, нехорошо, дружище, вот-то. Об этом тебе бабушка не говорила? Кстати, а что же она тебе не сказала, сколько на самом деле стоит камень? Старушка была очень неразговорчивой. И что этот камень связан с убийством Кривцова. Она тоже не говорила? Убийство? Да, убийство Кривцовой и его жены. Похищение их дочери. И все ради этого милого камушка. Вы что, господин полицейский, убийство на меня вешаете? Ну, не на бабушку же. Нет, так не пойдет, я никого не убивал. А камень? Да мне его бывшая подружка всучила. За долги. Кто она? Как ее найти? Кэт. Катарина Трауниц. Он угрожал, точно угрожал. Я сначала не понял, я только потом вспомнил, когда на кладбище отца хоронили. Я заходил, а стрелок что-то такое говорил, не боишься? Похоронят, сволочи. А почему ты назвал его стрелок? Да потому что я его знаю. Ты его знаешь? Ну как, приезжал пару раз. Мы с ним и с отцом в тир ездили, по тарелочкам. Ты умеешь стрелять? Еще как, но стрелок лучше, его хоть сейчас на Олимпиаду. Отец называл его по имени? Конечно. Петр Бондарь. Как? Бондарь. Бондарь. Они с отцом учились вместе, я фотографию видел, школьную. Там все в таких кружочках и фамилии. Ну я и запомнил, фамилия смешная очень. Что в ней смешного? Ну Бондарь, Бонд, как Джеймс Бонд. Ну он почти как Бонд, он в КГБ был. КГБ? ФСБ теперь. Неважно, из этих короче. Ну что же получается, Кривцов и этот стрелок почти что друзья. Ну мало ли, но угрожал факт. Были друзья, стали враги. Обычное дело. Может быть, в России. Ну конечно, в Германии все друзья до гроба. Ближе к делу, господин полицейский. Я буду искать этого стрелка. Да. Нужно в школе господина Кривцова узнать точные данные на Бондарь. И найти его. Ну, знаете вы, что зовут его Иван Иванович. Максимум. Вы знаете, сколько в России Иван Иванович и Бондарей? Даже если там и были его паспортные данные, то все паспорта давно сменили. Да и страну тоже. Есть идея лучше. Стрелок был в Германии, значит имел визу. Я попробую узнать это через моего коллегу. А у меня есть идея еще лучше. Это довольно дорого. Это довольно опасно. А если и результата не будет? То все равно будет опасно. Окей, я согласен. Вась, а что у тебя с Дашкой? Какое твое дело? Ну так. Только тебе, по-моему, с ней ничего не светит. Мне Дашка с первого курса нравится. Хотя так по-честному. Да я знаю, что не светит. Не пасенька-шапка. Почему? Ну, потому что я не из семи миллионеров, как некоторые. Да ладно. Извини. Ну, я не это хотел сказать. Да и Дашке, по-моему, это не столь важно. Да, конечно. Дед у нее еще сволочь. Прямым текстом мне сказал. Если ты Вася, то чтоб тебя рядом с Дашей никто не видел. Козел. Ну, извини. Да что извини, он не мой дед. Но все равно. Ты и отец на меня очень наводил. Слушай, ты только смотри при Дашке, про дед ничего не ляпни. Понял? Посмотрим. Ну, вот и Ваш Бондарь. Ну, вот и Ваш Бондарь. Как-то неинтересно даже. Быстро слишком. Тоже мне ФСБшники. Похоже, я переплатил. С деньгами надо расставаться легко. Похоже, это пустышка. Этот Бондарь убит четыре года назад. В результате спецоперации уничтожена бандгруппа. Убит в ходе перестрелки лично, уничтожив четверг бандитов, в том числе вор в законе Тимура. Или это не тот Бондарь, или Андрей ошибся. Но остальное все совпадает. И возраст, и родился в Чагадаши, где и Кривцов. Секундочку. Что это? Ссылочка тут. На запароленный архив. Хорошо запароленный. Вы еще чайку попейте, а я пока приблудки свои запущу. Приблудочки. Потребуется время. Я все-таки позвоню Карлу. Это мой напарник. Он ведет дело Кривцовых. Да, дружище. Ты где? Да, конечно, все, что смогу. Боюсь, это не так быстро. Как еще раз? Бондарь. Слушай, сейчас нечем записать. Как? Бонд? Да, так запомню. Хайн, ты все-таки полез в это дело? Смотри, дружище. Я, конечно, помогу, но... Хорошо. Позвоню, позвоню. Да. Мой знакомый компьютерщик в Берлине возил себе с этим пару минут. Надо же, какая талантливая нация. Ну, он, наверное, настоящий арийец. А у нас в Сибири мужичок есть. Так у него... Ага, пошло. Сейчас скачаем. Сейчас скачаем. Ух ты! Засекли. Что это? Ищут меня, ищут. Хорошо так и ищут. Зря ругался на граждан ФСБшников. Теперь кто вперед? Или мы скачаем файлик, или они пройдут всю цепочку. Адреналинчик, да? Клещ. Спокуха, спокуха. Круто! Чуть не повязали. Испугался, Фритц? Стало быть, Андрей все же не ошибся? Да, похоже. Можете давать своим друзьям отбой. Бондаря они теперь точно не найдут. Бондарь. Как его сегодняшняя фамилия? Вырыпаев. 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 Сложно. Ничего сложного. Фамилия, как фамилия. Не хуже Тирбаха, это точно. Я вам так не нравлюсь, Дарья. Ну, почему не нравитесь? Для немца вы вполне приличный. Спасибо. Вы знаете, что за нами следят? Кто? Сзади. Черный Мерседес. Причем давно. А может, у вас паранойя? Может быть. Но попробуйте повернуть. Ну что, не отстает? Нет. Жаль, сын. Я думаю, это за мной. Высадите меня где-нибудь. Где много людей? Хорошо. Что вы будете делать дальше? Поеду в гостиницу. Потом. Нет, в смысле, потом. Буду искать этого. Вы... В общем, стрелка. Вы что, поедете на Урал? Да. Высадите меня здесь. Будьте осторожны. Я вам позвоню. Хорошо. Слушай, она его высадила? Так, понял. Иду за ним. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Даша! Доброе утро! Извините, что так рано. Я тут подумал по поводу вчерашнего. Мы тоже думали и вот что решили. Я еду с вами. Даша, поймите, это небезопасное дело. Я понимаю, что неувеселительная прогулка. Но одному вам все равно не справиться, а они не отстанут. Ферштейн! Даша, вы меня неправильно поняли. Я не собираюсь ехать один. Я вообще решил не ехать. Я так и думала. Ну что ж, в конце концов, это наше семейное дело, и вы не обязаны нам помогать. Даша, выслушайте меня внимательно. Я уезжаю в Берлин. Сегодня вылет в 12 часов 10 минут. Молодец. Так и надо. Да и что вы можете сделать в этой дикой стране? Езжайте домой. Ситуация вышла из-под контроля. Я... Я должен согласовать свои действия с начальством. Счастливого пути. Ну что? Он уезжает в Берлин. Трус. Нет. Что-то не так. Васька, у тебя горит. А? Черт. Полтенцы к тебе. Вот она. А ты, Вася, кулинар. Проводи немца в аэропорт и убедись, что он улетел. Если нет, продолжай работать. Все. Даша, это снова Хайнц. Я подозреваю, что телефон в номере прослушивают, поэтому не сказал вам правды. Да, да, я поняла. Я успею. Так, Вася. Вася, дуй на вокзал. Возьмешь четыре билета до Екатеринбурга. Все в одном купе. Понял? Держи. А я? Ты сиди дома. Я позвоню. Возьмешь часа на три. Позже можно, раньше нет. Понял. Дашь. Я позвоню. И скажу, что делать. Угу. Все, пока. Мне нужно во Внуково. Во Внуково? Да еще днем. Ты что, издеваешься? Меньше, чем за две сотки зелени не поеду. Даже не уговаривай. Я не уговариваю. За две, так за две. Поехали. Легко сказать. Поехали. Поехали. Ах ты, голубок, драный. Ах. Куда ты от меня денешься? Ха-ха-ха! Давай-давай, колобок, катись в свою Германию. Ну все нормально? Задание выполнено. Немец в воздухе. А? Че? Нет. Да я лично проверил. Клиент прошел паспорт на контроль. Все путем. Ага. А, я понял. Да. И снова в который раз повторяете та же картина. Наша команда вынуждена в начале второго тайма отойти в оборону. Ну как дела? Как игра? Да, игра. Как всегда. С двух метров в ворота попасть не могут. Мало ли. Всегда надо верить в чудо. Да, чудо. Тут вон такие чудеса творят. Он ведет мяч, обводит защитника, выходит на фланг, выходит на фланг. Ну что это такое? Ну… Дань, я понимаю, когда мы еще пока не можем выпускать классных автомобилей. Для этого много чего надо. А тут-то посмотри. Здоровые ребята. Две руки, две ноги. Ну бегай. Попадай в ворота, а не в небеса. Дед, ты не расстраивайся. А как же не расстраиваться? За державу обидно. Ты главное себя береги. А я тебя очень люблю. Очень. Ты что это? Просто так. Дедуль, ну, я пойду, ладно? Ну иди. Иди, иди. Дай ему. И снова прессы в обороне мы наблюдаем. Что с тобой? Ну иди, иди. Активно он обыгрывает нашего защитника, обводит его красивым финтом, получает факт, и столько филосистов спасает нашу команду от неминуемого очередного гола. Все покинулись в трибун, все покинулись на выход. Володь, а Дарья не проходила? Уехала уже. Не знаю. Да, да, ничего-ничего. В первом товарищском матче этого сезона. Не ждала сегодня игра, но мы полны надежд. Гутен так, хертирба. Вы прекрасно выглядите. Директивы начальства явно пошли вам на пользу. Добро пожаловать в Москву. Чё-чё? Чёрт! Чёрт! Если будем сдавать быстро, то где-то на штуку меньше выйдет. Хорошо, если на штуку. Это если варвар согласится деньгами взять. Но он же не убьёт? Не убьёт. Хотя варвар, он же с пулей в башке. Точно не знаешь, где крест купить? Я обзвонил всех! Вот, попадалов-то, а! Слушай, скажи, а ты знаешь, что с этим бундусом Петером? Как провалился, зараза! Подсунул нам этого говнюка и наглухо в оффлайн. Конечно, он-то знал, какой за ним след-то. Попробуй ещё раз его выцепить. Бахус, я всё понял. Надо в политику идти. Вон, смотри, чел языком чешет и не кисло себя чухает, а мы, как дураки, землю роем. Ещё немного и нас в эту землю. Не, ну скажи ты, ну чем я хуже этого чела, а? У тебя сисек таких нет? Да при чём тут сиськи? Там мужик был. Погоди-ка, я её знаю. Кого? Её! Это сестра Энди. Тарья Балдина. К ней Энди двинул, зуб даю. Откуда знаешь? Энди сам сказал, у него её фотка была. Может он врал? Проверить надо. Давай, сухой компу метнулся. Надо эту царцу найти. Эй! Васька! Ну давай же скорее. Здорово. Привет. Где Андрюха, я думал уже с вами? Давай билеты. Супер. Ну теперь к нам в купе точно никто не сунется. Васька, ты молодец. Спасибо. Правда Васька молодец? Мне его тоже поцеловать? Нет, не надо. Подождите, а вы что вдвоём что ли едете? А как же я, а как же Андрей? Вась, давай без истерик, ладно? Мы всё обговорили. Мы едем, вы с Андреем остаётесь здесь. Вася, твоя задача сейчас, Андрей. Да я что, ему нянька что ли? Пойми, он в бегах. В чужой стране. У него кроме нас никого нет. Вась. Вась, ну пожалуйста. Сделай это ради меня. Внимание, до отправления поездного свайла. Осталось спячем. Ладно. Нам пора. Пойдём. Кать! Ты это, береги её, ладно? Хорошо. Слышь? Поехал, значит. Чего надо? Ничего. Что? Семнадцать. Что у нас там? Добрый вечер. Билетики, документики, пожалуйста. Здравствуйте. Вот билеты. Пожалуйста. И паспорт. Отлично. Семнадцатая, восемнадцатая, девятнадцатая, двадцатая. А где же остальная компания? Они отстали от поезда. Ну так, отлично. Мамаша, проходите сюда. Ой. Дай тебе Бог здоровья, сыночек. Простите. Да вы не волнуйтесь, они ненадолго, только на одну ночь. Нам до Камска только. Камска? Вы меня, конечно, извините. Я, может быть, чего-то не понимаю. Я всего лишь иностранный турист, немец. И я, наверное, не так хорошо знаком с законами вашей чудесной страны. Но… А мы что… Ну, если что, не так. Минуточку. Я думаю, что железнодорожные правила везде одинаковые. И если я выкупаю в кассах билеты на все купе, то я имею право запираться в нем и чувствовать себя как король. Хайнц! Пошли, внучок. Простите, вы нас не совсем правильно поняли? Понятно. Пожалели место для женщины с ребенком, да? Пожалели? Видите ли, у нас с женихом медовый месяц. И мы специально выкупили все купе, чтобы к нам никого не подселили. Мы едем знакомиться с моими родителями. Но путь не близкий, сами понимаете. А, ну так бы сразу и сказали. А то жених ваш, как неродной, уткнулся в компьютер. Есть спецнабор свадебный. Конфеты, шампанское, икра… Спасибо. У нас все есть. Свадебный? Несите. Ай момент, барышня. Несите, несите. Вам не стыдно? А почему мне должно быть стыдно? Вы же сейчас людей обидели. Я? Мне кажется, что это они нас обидели. Они даже не предложили компенсацию за билет. Все. Бесполезно. Точно это та, Балдина? Та самая. У этой Фролина еще, кажется, дед с Рублевки. Вот козлы, своего бабла по колену, так еще у бедных копателей вещи тыля. Кстати, Димыч, если мы Энди не найдем, то броневик придется сдавать. Я тогда его урою вообще. Этот гаденыш нам за все ответил. И за моральный вред тоже. Хрен ли он. Мы тут нервничали. Пусть платит, зараза. Ладно, ладно. Это как пойдет. Лишь бы крест вернул. Что значит, ладно? В табло зарядим. Все вернет. Андрюха, открывай. Андрей, открывай дверь быстрее. Слышишь? Дверь открой, я тебе говорю. Да он не спится, а. Открой дверь. Кто вот такой, что вам надо? Глазок посмотри. Да я это, открывай. Собирайся, нам нужно уезжать. Что случилось-то? Клеща убили. Какого клеща? Слушай, ты давай просыпайся, а. Мне с тобой возиться некогда. Ташкин телефон не отвечает. Тебе Невис номер не оставлял? Нет. Стой, подожди. Это клещ, который хакер? Да, который хакер. А его еще реально убили? Реально убили. Это все из-за ваших дел, понял? Короче, вам с Дашей угрожает опасность. Ты понимаешь? Поехали, у меня машина во дворе стоит. Стой! То есть, у нас появилась реальная возможность ехать на Урал искать убийцу? Слушай, ты только о себе и думаешь, а? Вон он, глянь! Точно! Эй, Энди! Дурак, не ори, спугнешь. Блин, бахнет. Кто это? Да так, козлы одни, пойди быстрее. Эй, Кобра, стой! Разговор есть! Стоять! Что они хотят? Деньги. Вы знали, что из полиции убежал в шантажирование. Стоять грозятся. Стой, козел! Стоять! Стоять! Кому сказал! Стоять! Давай, давай, давай! Быстрее, быстрее, быстрее! Давай! Давай! Чертее! Чертее, де! Поехали! КОНЕЦ На пола! Ух-х! Субтитры подогнал «Симон» 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 А что в дневнике? Здесь очень личное. О романе мамы и папы. И о том, что было дальше. А что было дальше? Нормально! 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 Оторвались! Ну ж, конечно! Догоним! Не волнуйся! Да я не волнуйся! Куда теперь-то? Сейчас узнаем! Кому? Митька! Здорово! Что делаешь? Французский учу. Короче, мне нужно расписание поездов Москва-Свердловск, где остановки делает, сколько стоит и когда. Вась, давай позже. Я занят. Меня завтра на экзамене убьют. Пусть тебя и так убьют. Я слышу, чем ты там занимаешься. Давай, открепись от своих игрушек, я тебе говорю. У меня расклад есть серьезный. Даша поперлась на Урал с каким-то типом, но я думаю, что без приключений я туда не доеду. Чего ты за ней бегаешь? Где гордость твоя мужская? Слушай, ты гордый! Я тебе приеду и уши надеру. Ты понял? Поговори у меня еще. Это не педагогично. Ты, как старший брат, должен для меня положительным образцом быть. О, да! Они черт меня поимели! Митька, не зли меня! Ладно, все. Давай записывай. Проклово, восемь сорок. Проклово, восемь сорок. Камск, час двадцать пять. Рванули! А знаете, что придумал мой дед, когда мама не стала? Я была еще совсем сопливой. Он сказал, мама поехала в командировку к папе. Далеко-далеко в Антарктиду. Они там будут очень долго работать. Среди пингвинов. А потом, когда вернутся, привезут мне в подарок маленького смешного пингвиненка. Так мне его никто и не привез. Так никто и не вернулся. Даша, почему ваш отец так мало общался с вами? Вы говорите, он почти не звонил, не писал. Даже когда вы стали уже совсем взрослая. У него была своя жизнь. Он уехал к вам в Германию. Это совсем другой мир. Он там, а я здесь, в России. Потом появилась новая семья, родилась Сонечка. Еще был Андрей, мой брат от его второго брака. Давайте спать. Редакция, извините за поздний звонок, но мне Дарья сказала, что вы по ночам работаете. Дарья Балдин, это дед ее. Скажите, она сейчас не у вас? А днем она была? Да, я звонил. Нет ее дома. Извините. Спокойной ночи. Это я. Дарья пропала. Так пропала. Днем она была у меня с какой-то дорожной сумкой и так разговаривала, будто хотела попрощаться. Да. Черт возьми. Ты меня не успокаивай. Ты ищи ее. Всех поднимай. А утром ко мне с докладом. Черт меня возьми. Дарья. Дарья, простите. Угу. Дарья, простите. Угу. Угу. Бегайте. Хорошая штука. Ага. Угу. 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 Ключ. Нужно попытаться выбраться из поезда. Угу. Угу. Давайте. Я его убила. Идемте. Идемте. Дарья. Да. Пошли, пошли. Это станция? Не дома. А где-нибудь видно? Ой, 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 ты чего, сынок? А мы прогуляться. Воздуха не хватает. Держи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Что это? Избушка? Да не похоже. Свет не горит. Ничего. Сейчас разберемся. Ну вот нам и ночлег. Ну-ка. Мы что, будем ночевать в этом, как это называется? Сарай. Сарай? Угу. У нас что, выбор есть? По-моему, симпатично. А если там мыши? Немецкие копы не боятся мышей. Ха-ха-ха. Шайса. Ну вот. Добро пожаловать. Вы ложитесь. Ложитесь сюда. Ложитесь сюда. И вот этим укройте ноги. Даша, мне кажется, мы можем говорить о другом ночи. Согласна. Глупо соблюдать этикет в сарае. Ну вот теперь звезды, запах сена и романтический герой под боком. Я не герой. Хаинц. М? А я его убила там, в поезде? Не знаю. А если убила? Я убила сама барона. Ты защищала себя и меня. Может, он еще очнется? Надеюсь, что нет. Даша. Даша. М? Спасибо. За что? Ты спасла мне жизнь. Спокойной ночи. Во-во-во. Точно. Цвет пожар в джунглях. Как? Вася темный? А че это он темный? Ну ладно, хрен с ним. Как его найти? Ага, щас. Щас. Дай че-нибудь записать. На. Ага, щас. Ага. Пишу. Давай. Ага. Ага. Чего? Да вроде на вчерашнего Ниссанщика вышли. Ага. Давай все. Все понял. Отбой. Давай, ага. Ну че? Че-че. Щас с гостем поедем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Руки в гору. Что? Руки подними, я сказал. Теперь медленно поворачивайся. Медленно. Ты еще квакаешь, ворюга. Ты смотри, у нас тут просто с этим. Я ведь ментов даже не буду звать. Я тебя здесь грохну, на месте. Без суда и следствия. При попытке к бегству. Понял? Момент хищения частной собственности. Я что я украл? Щас узнаем. Барахлотовый где? Что? Барахлотовый где? Вещи. Боже мой. Опустите ружье. Мы же не воры. Мы новобрачные. Да? А что, кроме как в моем сарае больше негде свадьбе-то играть. Да мы от поезда отстали. Погулять вышли, ноги размять. Вот и погуляли. Погуляли. А что это за город? Да это деревня. А, это райцентр наш. Райцентр наш, Борисов. Там церковь, кстати, есть старинная. А вы-то куда собираетесь? А далеко этот Борисов. Кто там? Я к Васею за компакт с дисками. Васька уехал. Странно, а диски мне забыл вернуть. Это на него не похоже. Радыки дома. А вы кто? Вы кто? Мы Васины друзья. Не похоже. Ну не то, чтобы друзья, гонщики. Твой Вася нас сделал. Теперь мы его хотим, понимаешь? Нам, пацан, с твоим братом гонки надо устроить. Соревнование на приз газеты «Коленчатый вал». Вы можете приз сразу себе взять. Сейчас Ваське не до этого. Он с поездом собирается. Хороший ком. А хороший ком. Жалко будет, если он треснет случайно. Да я не шучу. На самом деле, ребят, Васька сейчас едет за поездом Москва-Свердловск. Там девушка его едет. Девушка, романтично. Слышь, пацан, хорош гнать. Какая нахрен девушка? У тебя что, зубы лишние есть? Так я решу эту проблему. Да я серьезно говорю. Он вчера звонил и расписание спрашивал. Вася, привет. Я дисочек возьму послушать? Не удержался, я три взял. Прости. Пока, красавчега. Спасибо. Ну что, Немчура, смотри, учись жизни. Да-да. Скажите, а здесь можно купить машину? Здесь? Машину? Даже не знаю. Была, не была, бери мою. А как же вы? Хорошему человеку не жалко. Сколько она проехала километров? Пробег, пробег, пробег. У нее будь здоров, тебе такое не снился. Русский зверь. Зверь, машина, что ты? Мотор, что еще? Она нас с тобой переживет. Железо. Ну все, порядок. Аккумулятор зарядила, деньги поменяла. А меня ганс-то твой. Уломал все-таки, машину-то ему продать. Сколько? Сколько, сколько сразу. Не волнуйся, красавица. Мы договоримся. А, ферстейн? О, это, сейчас, подожди, подожди. Сейчас присобачим. Айн момент. Вот так вот, alles, good. Уважаемые пассажиры, на нашем вокзале глупого пассажиров имеется камера хранения ночной класса. Скорый бойц в Монква-Кверхолк отправляет сперва. Повторяю. Скорый бойц в Монква-Кверхолк отправляет сперва. А вы с московского поезда? Да, как три минуты ушел. Ушел? Он три минуты стоял. Ладно, не расстраивайся, на следующий перехватим. Ага, перехватим. Разомнемся? Давай. Нормально, нормально, нормально. Та, теперь я фамилию. Ты понимаешь, что такое русский зверь, а? Может, свечи полетели? Какие свечи? Ты посмотри на этот мотор. Ну, а что, мужик же сказал, двигатель новый, от Волги. От Волги? Да этот, он чуть ли не на вееробочках связан. Сама посмотри. В Германии такую машину и на запчасти разбирать бы не стали. Может, можно как-то починить? Ладно, ты садись в машину и жди, а я буду голосовать. Окей. Здравствуйте, ребят. Вы нам не поможете? Хайт! 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 Отпустите, Хайт! 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 Муха, поехали! Давай! Хайт! Продолжение следует... Тихо, тихо, тихо! Чё ты бешеная орёшь, а? Не ори! Отпустите меня немедленно! Ублётки вам толпы! Отпусти, разбежай! Вы хоть знаете, кто я такая? Знаем, знаем, знаем! Ну что, вам надо денег? Ты не волнуйся, тебя уже заплатили! Я вам больше заплачу! Мы договоримся! Вы что, не понимаете? Надо вернуться туда! Нужно спасти Хайнца! Может быть, он ещё жив! Надо отвезти его в больницу! Нам за тобой следить! Гелина, а дружок твой? Сдох уже давно! На фига ты ему в бубен-то засидил, а? Да, увлёкся! Маркел! Здорово, брат! Это бафос! Ну, как там комп стоит, да? Ну, ништяк! Слушай, делай их на сто рублей! Тут у вас на вокзале должен нарисоваться Ниссан такой понтовый! Ну, такой раритетный, да! Так вот, короче, в нём два чувака, мне с ними потолковать нужно с глазу на глаз! Можешь придержать, хлопчик, да? Спасибо, брат! Чёрт, не успели! Слава тебе, Господи! Доехали! А у нас в вагоне человека убили! Я ночь проснулась, лежит! Вся голова в кровище! Я Мишку увела и к проводнику, а труп исчез! Как-то исчез! А он в окошко выпрыгнул! Значит, так его убили! Убили! А убили и в окошко выкинули, а сами сбежали! Мам, так, может, ты ещё и убийцу видела? Видела! Мужик немцем назвался, а девка наша будет! А убили точно не немца? Какой там немца? Немец сам и убил! А ты кто? Да не, мы так просто интересуемся! М-м-м! Ой, Господи, Никола угодник! Ну и где их теперь искать? Не знаю! Стой! Иди сюда! Иди сюда! Чё-то мне не нравятся эти ребята! Может, милицию вызвать? Зачем тебе милиция? Ну, а как? Андрюша, ты не забыл, что ты в бегах? Попробуем без милиции обойтись! Смотри! Короче… Сигнал слабый! Так забей! Обойдёшься без этого ящика! А чё делать ещё? Может, нам тут сидеть ещё сто лет? Хе-хе-хе! Это как! Прикажут! Дерьмо варишь какое-то! Так, не нравится — не ешь! Нет тут больше ничего! Тут крысовный, килька! Вот жизнь, блин! Гоняет, куда попало! Да ладно, не ной! Давай к стылу жрать будем! Вставай! Обедать будем! Слышишь, чё говорю? Нет? Мне надо позвонить! Чё? Дайте мне сделать один звонок! Ты чё, совсем обупела, что ли? Я о вас не скажу ни слова! Мне нужно позвонить дедушке! У него больное сердце! Мне надо сказать, что со мной всё в порядке! Да плевать мне на твоего деда! Ты поняла? Надо бы самим ему позвонить! А пока сиди, не вывёживайся! Поняла? Ладно! Тогда я объявляю голодовку! Позвонить не дадите? Есть не буду! Эй, ты слышишь? На, звони! Даня! Даня, ты где? С тобой всё в порядке? Дедуля, как ты? У меня всё хорошо! Прости, не было времени, не успела предупредить! Я тут отдохнуть решила! У меня всё отлично! Правда? Ну, конечно! Ты, главное, не волнуйся! Ну, как же не волноваться? Исчезла неизвестно куда! Сейчас сама знаешь, какое время! Прости, я не подумала! Дед, простил? Конечно, простил! Ты одна? Я одна! Точно одна? Ну, почти! Дед, хотел спросить, ты не знаешь, кто такой Ганнибал? Ганнибал? Знаю, это полководец! А тебе зачем? Какой ты знакомый отца! Если бы не Ганнибал, мы с Таней до сих пор были бы вместе! Так он пишет! Кому пишет? В дневнике! В дневнике! В дневнике? Это в каком дневнике? В своём! Погоди, погоди! А откуда он у тебя? Не важно, дед! Дед, извини, мне пора идти! Давай! Подожди! Деточка! Ты помни, я всегда с тобой! Давай, давай! И если что-то случится, сразу сообщи мне! Ты понимаешь? Дед, спасибо! Пока, дедуль! Домой! Домой! Гаврила Николаевич! Да! Извините, доктор! Сейчас продолжим! Шеф, до следующей станции подкинешь? Штука! Недороговато! А что сделаешь? Жизнь такая! Гаврила Николаевича! Привет! Твой Ниссан? Ну мой, и чё? Зря хамишь, Энди! Тебя ведь Энди кличут! Не! Я Вася! А Энди вон, в такси садится! Слушайте, вроде похож, как Бахус рассказывал! Давайте, ребята, нас за ним! Давайте, давайте! Стоять! Быстрее! Договорились, шеф, поехали! Стой! Поехали, поехали, поехали! Ты сначала деньги покажи! Так верить не могу! Уезжайте быстрее, пожалуйста! Стоять! Уезжайте! Что натворил? Слушай, столько людей бедят! Стой, отказался! Ну, а ты-то чё? Меня, аж ли, стражей-то остался? Боишься, что убегу? Да ничего я не боюсь! Давайте, ребята! Давайте! Хватайте козла! Извини! Звучит музыка Звучит музыка Хаддава, ал-хакийц! Ты что, Шумафик, очумел? Ты же нас чуть не убил. Тебе мама не учила людей уважать? Или тебе что, жить надоело? Ты куда торопишься? На тот свет торопишься? Что ты молчишь? Молчишь, чего я спрашиваю? А ты, ты куда? Ты куда пошел? Что? Клабурды! Куда? Что делаешь? Что делаешь? Совсем люди стыдно делят. Кто подъехал, да? Вот клоуны, а! Две недели отсутствовало. Ну да. Достала-то ты ящик. Да брось ты его. Слушай, а может провод на крышу закинуть, а? Закинь. Не, я не могу, я высоты боюсь. Давай лучше ты. Ты же вертолетчиком был. И что теперь? Все время по крышам лазить, что ли? Ты открыла? Голос уже… Думай, они такой… Ладно. Пойду, поищу провод. Вот тебе реально делать нечего. А вы мужика этого не разведели? Эй, милый… Ну чё, паяла? Вкусно? Нормально. Кто вам за меня заплатил? Вот сейчас я взял и сразу тебе все рассказал. Угу. Ху-ху-ху. Чего там? Да прыгался, придурок. Ты сиди здесь, и не дёргайся, ясно? Бибень, ты цел? Я ногу, кажется, сломал. Даша! Да! Да! Даша, где ты? Хайнц, ты жив! Жив! Жив, где ты? Со мной всё в порядке. Ох ты! Куда тебя увезли? Открывай, стерва! Алло! Где ты? Что творишь? Я от тебя найду. Здесь озеро, лес, дом деревянный. Что они от тебя хотят? Я не знаю, они меня не трогают. Открывай, говорю! Только кормят килькой в томате. Даша! Алло! Алло! Даша! Ну что? Нашлась твоя зазноба? Её держат в доме у озера. Озеро? Есть у нас тут озеро и не одно. Ещё что сказала? А её кормят каким-то кильком? Килькой? В томате? Я не знаю. Что это? Так они на заимку залезли. Я там как раз кильку оставлял. Банок десять. Вы знаете, где это? Знаю, знаю. Сядь. Рано тебе ещё прыгать. На-ка, выпей. Где это? Мне нужно ей помочь. Поможем. Ты пей, пей, отвар-то. И на перевязку. Если б никто в сорок третьем сказал, что я буду немца выхаживать, я б того гада поубивал на месте. Да ты не бойся, не бойся. Пей. Вот здесь они, скорее всего, сошли. Вот тут, вот. Может и здесь, а толку-то? Блин, ну нам всё равно их искать надо. Сам посуди, куда они поехали? Вот в Екатеринбург. Стрелка искать они поехали. Соответственно, там, где Стрелок, там и Даша с Хайнцем объявятся. Ну ты же не знаешь, где сейчас Стрелок? Знаю. Он мне сам рассказывал. Чего? Того. Года три назад, когда я к отцу приезжал, он меня звал на охоту, вот сюда вот, верхние рыжи. Что ж ты раньше не сказал? Да я не помнил, а сейчас увидел и вспомнил. Вот это вот, верхние рыжи? Да. Стойка, вот они. Да, это тот автомобиль. Я пойду туда. Погодь. В таком деле торопиться незачем. Помозгуем сперва. Слушай, антенну все равно надо закинуть. Так иди закинь. Я не могу, у меня голова болит. Сотрясение, наверное, задонулся так, а? Не, нормально, да. То у него нога сломана, теперь у него сотрясение. Сеня! Стой! Тихо! Ружья, сюда! Стоять! Стоять! Руки! Иди лгаться! Хайнц! Хайнц! Ты в порядке? Да. Даша. Не дергайся, жердяй. От меня еще никто не уходил. Все в порядке? Да. Что это? Сейчас увидим. Это прибор для слежки. Шучок где-то рядом. Ловко. Ах! 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 Вы оставайтесь здесь, я попробую их доконять. Не дури! Где ты их в лесу искать будешь? Ну что теперь? Подвел я вас! Здрасте! Вам куда? О-о-о! Да! В наших-то рыжах такой машины и не видали! А вы из верхних рыжей? Ага! От этого! Может слышали о таком Вырыпаеве? Васильича-то? Ну, с лесохозяйства. Ну да, он вроде. Ну? Конечно слышал, как же не слышать? Только вам, ребят, не надо на верхние рыжи. Вам надо прямо и до поворота на длинные рыжи. А дальше лесом, лесом уходить. Показать сможете? Конечно смогу. Ну, поехали тогда. Вот, блин, подвезло. Может вам лучше на этой бандитской тарантайке ехать? Машина чужая, документов нет. Мы лучше на попутках. Тоже верно. Тебе б подлечиться еще. Да ничего, царапина. Ты присмотри за ним, девка. Мужик, он вроде неплохой. Только что немец. Я присмотрю. Присмотрю. Спасибо вам. Спасибо, Илья. Да чего там. Прощай, крестник. Давайте. Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай-Лай Вот жлобьё. Ребёнку пару манят жалко. Может, нам всё-таки у кого-нибудь помощи попросить? Кажется, пением и танцами на жизнь нам не заработать. Алло, Моника, это Кэт. Слушай, помощь нужна по зарез. Давай увидимся. Смотри, вон там мои квартиры. Ну вот, пойдём, располагайтесь. Я, конечно, редко тут бываю. Тут не убрано. Спасибо. Ты всё ещё с Ральфом? Ральф? Ральф, отстой. Я нашла себе мужика покруче. Он выкидывает в постели такие номера. Представляешь? О, какой клёвый заяц. Кэти, я тебя не узнаю. Просто Мэри Поппинс. Я так и не поняла. Это твой ребёнок? Ерунду не говори. Приятель попросил посмотреть. А тут этот Отто. Отто — это полный отстой. Абсолютно. У моей сестрёнки куча шмоток. Она из них выросла. Там такие платьицы. Хочешь, принесу? Спасибо, Моника. Скажи, скажи спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Что? Матька, Матька. Матька, Матька. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Извините, а Вырыпаевы здесь живут? Здесь, а. Только их нету. А когда будут? Когда будут? Да кто же их знает, когда будут? Они почитай круглый год в лесхозе живут. Жаль. Послушайте, а может можно их как-то найти? Найти? Ой, не знаю. С мужиками Вам надо поговорить. Да вон хоть с Гордеевым. Сань! Да? Он часто в лес шастает. Саня! Да? Люди тут к тебе. Дело у них. Спасибо Вам. Спасибо. Сань! Здравствуйте. Глянь, а. Фары горят. Да. Ну и зашибись. Ну, чё Вам? Нам бы к Вырыпаевым в лесхоз не подскажете, как проехать? А чё тут ехать? Поехал да приехал. Да и дорога там нормальная. Километров тридцать. Вы не могли бы нас туда отвезти? Сейчас. О, не, я сейчас занят. Да и делов море. Не заплати. Я даже не знаю. Ну, тут стольник. Не меньше. Угу. 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 Где-то тут. Стой. Вон. Это нормальная дорога? Чё трясёт? Ну, немного трясёт. Зато машина – это зверь. Ха-ха. А у неё есть амортизатор? Амортизатор. Торресоры не хочешь? Хе-хе-хе. Долго ещё? Не боись! Дотянем! Андрюшка? Я-я, дядь Петь. Здрасте. Андрюшка, привет. А как ты где заказочный? А-а-а! Э-э-э-э! Ну, вот и приехали. Я пойду посмотрю что-то. Даша! Э-э! Рассчитаемся давай! Сейчас количество. Мать! Спусти гад! Слышь, кому горю руки! Ну, давай! Тварь! Ну, 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 Андрюш! 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 Хайц! Там драка! Там Андрей! Оставайся здесь! Тебе на что-нибудь! Э-э-э, ребят! Вы так не договаривались! Саша, помогите нам! Ну, что вы! Я спасеющую зоренку! Сейчас я тебя убила! Помогите! Успокойся ты! Да успокойся ты! Андрей, успокойся! Развяжи тварь! Развяжи! Успокойся я тебе говорю! Да что ж ты не слышишь! Не болей! Успокойся я сказал! Ухи! Вот даже как! Ухи я сказал стреляю! Стреляй от него! Успокойся! Ты с оружием-то не балуй! А парень? Не балуй! К себе! Ухи я сказал! Выходит, ты убили Леху! Ты убил, гад! Да не тыкай ты мне, Андрюшка! У меня! Андрей, успокойся! Помогите! Ты кто вы такие? Что б я вам помогал-то? Может вы бандиты какие-то, а? Вот черт! Подшабашить захотел! Ну и дурак! Вместе с Кривцовыми была убита моя невеста! Если ты не докажешь, что ни при чем, я повыщипаю тебе мозги! Обещаю! Понял, понял, парень! Только ты меня не пугай толку-то! Никакого правды, Андрюшка! Ты же меня знаешь! У вас была ссора с Кривцовым? Врет же! Андрей! Подожди! Сядь и помолчи! Значит так! Никакой ссоры не было! Я скорее его предупреждал! О чем? О том, что на его руднике в Изумрудном творится, черт знает что! Когда вы расстались с Кривцовым? Около пяти вечера по вашему времени! Что вы делали ночью со второго до третьего? А вот в эту ночь я уже был в Москве, герб полицейский! Вы можете это доказать? Да, там наверху паспорт! Посмотрите же там по выезде! Андрей! Угу! Значит так, ребятки! Скажу сразу! Дело тут скверное, что оно кровью пахнет, это ежу понятно! Какое дело? Ну, с рудником! А, которым вы теперь наследники! Так ведь выходит? Именно так! Может объясните наследникам, в чем суть? Есть у меня приятель по фамилии Шемякин, коллега бывший! Сидит он в Изумрудном, на должности с заведующим музеем! Ну, у конторы там свой интерес! У какой конторы? У нашей, у нашей, у ФСБ! Из Изумрудного! За бугор нелегально идут камушки! Врать не буду! Подумал на Леху! Думал, что он трафик организовал! Какой ему смысл у самого себя воровать? Да вот именно! Я вот с этим к нему и приехал! Мы когда-то друзьями были! Там же за это дело хороший срок светил! Но срок это еще не смерть! Это верно! Это верно! Он на меня! Наорал я на него! Ну, Андрюш, ты меня знаешь! Да! Сказал, что знает, кто его подставляет! Сказал, что шум поднимет! Я сказал, что сильно пошумев, можно и родных похоронить! Грязные деньги они шума не любят! Значит, его убил? Тот, кто боялся разоблачения? Не знаю! Может быть! Кто же это? Больше всего подозрений на директора рудника Ломового! Он младший акционер, у него там десять процентов, по-моему! Да, на флешкарте Кривцова была информация! Десять у Ломового и сорок два у фирмы Беатрейд, остальное у Кривцова! Ну, насчет фирмы ребятки не знаю, а Ломовой мужик скользкий! Аккуратней с ним! И сидит он со своими десятью процентами непосредственно! На Изумрудной жили! Как тут не заработать? А кто такие Старпом и Ганнибал? Ганнибала не знаю! Старпом — это Ломовой! У него кликуха такая! Он же бывший моряк! У отца в дневнике последняя запись о новой драке за Изумрудной! И там про Старпома и Ганнибала! Если Старпом — это Ломовой, тогда Ганнибал, наверное, это фирма Беатрейд! Не знаю! Не знаю, ребятки! Все, что знал, я рассказал! А разве что, разве что поговаривают, что в последнее время в Изумрудном собрали партию качественных камней! Очень качественных камней! Может, из-за нее все так быстро и завертелось! Надо ехать в Изумрудной и брать Ломового за жабры! У нас два подозреваемых! Или три! Есть ведь еще Ганнибала — это фирма! Которые, скорее всего, одно и то же! Главный подозреваемый все равно — Ломовой! А сейчас там эти Изумруды, о которых рассказал Стрелок! Ломовой по-любому из-за них будет нервничать! Главное или нет, пока неизвестно! Про Ломового мы что-то знаем! А про Ганнибала и Беотей почти что ничего! Вот ты и узнаешь! Поедете с Васей в Москву и постарайтесь пробить! Что это за фирма? Какая милая барышня! Ты не ко мне в гости? Почему ты не здороваешься, принцесса? Здравствуйте! Она не разговаривает! Совсем? Как жаль! Бедный ребенок! Хотите, я угощу Вас штруделем? Очень вкусный! Вишневый! Совершенно свежий штрудель! Знаете, мы сейчас у Моники живем в 22-й! Вот и чудесно! Заходите ко мне в двенадцатую квартиру, часов в пять! Мы будем пить чай и есть штрудель! Зайдешь, принцесса? Конечно, зайдем! Спасибо за приглашение! Ричард, невоспитанный мальчишка! Мы уже идем! Пять часов! Квартира двенадцать! Жду! Спасибо! Бедное дитя! Квартира двенадцать! Дед! Дедуля! Ты меня слышишь? Даня, ты где? Я? Далеко! Что значит далеко? Где именно? Дед, я на море! Я же тебе говорила! Дед, у меня к тебе одна просьба! На каком море? Ты что, Даня? Исчезла неизвестно куда и названивает я на море! Ты что, хочешь меня до инфаркта довести? Дед! Помолчи! Где тебя черти носят? А что ты на меня орешь? Я волнуюсь за тебя! Ну вот и волнуйся! Опа! Да! Что это у тебя? Да так! А ну-ка! Где ты это взял? У знакомых случайно в карман положил! Все-таки когда-нибудь ты попадешь в дюрьму! Это почему? Ты знаешь, что это такое? Ну не знаю, крест какой-то там, нацистский наверно! Нацистский! Это железный крест! Одна из главных наград третьего рейха! Между прочим, очень ценная вещь! Где ты это взял? У Бахуса! Ага! Понятно! Что тебе понятно? Я тебе говорю случайно, Даш, ну глянь! Что говоришь! Ай! Одумалась? Негодница! Дедуль! Ну прости меня! Да ладно! Ты тоже не сердись! У меня все хорошо! Честное слово! Я в командировке на Урале! Но здесь совсем не опасно! Ну, это другое дело. А то зачем-то про море врала. Дед, у меня к тебе просьба. Сделаешь? Давай. Завтра в Москве появится Андрей. Присмотри за ним, пожалуйста. Это какой Андрей? Дед, Кривцов, мой брат. Дед, все вопросы потом. Внимание, автобус до Изумрудного отправится в 15.00. Повторяю, автобус до Изумрудного отправится в 15.00. Дед, я спешу. Поможешь? Ох, Даня, любишь ты на свою голову приключения находить? Помогу, конечно, не беспокойся. Спасибо. Дед, с ним будет Вася. Васю ты уже знаешь. Васю я знаю. Ну, все, пока. Значит так, приедете и сразу к деду. До свидания. Пока. Василий. Вася. Я на тебя надеюсь. Красотища тут? Да, особенно дороги. Не понимаю, почему нельзя сделать нормально? Почему все немцы такие зануды? М? Ты националистка. Отстань. Между прочим, я здесь родилась. А ты дороги, дороги. КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok Ликофоньер? Есть кто живой? Ау! – Здравствуйте. – Здравствуйте. – Здравствуйте. – Нам нужно два одноместных номера. Одноместных у нас нет. Почему? Не предусмотрено. А, хорошо. Давайте нам два двухместных. Есть, но один. Зато люкс. Может, всё-таки поищите два? Понимаете, у нас тут на днях у бухгалтера, у нашего юбилея был… Ну, муж её и перебрал немного. Не, мужик-то он сам по себе очень хороший, но стёкла зато побил кое-где. Подождите, я не поняла, у вас номера есть? Есть. Но со стёклами только один. Зато люкс. Кровать там одна. Зато большая. Если ваш спутник не против, я… Хорошо, давайте люкс. Оформляйте. Спасибо. Тут километра два и упрётесь в Изумрудное. Угу. Бывайте. Спасибо. Тут километра два и упрётесь в Изумрудное. Угу. Бывайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, что? Интересно? Ну, что? Интересно? Да… Доброго утра. Доброе утро. 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 Номерок-то я вижу, у вас еще рано убирать? А, да. Девушка у вас такая красивая. Спасибо. Смотрите, какой изумрудик. Без трещинок. И на колечко можно и… Доброе утро. Доброе утро. И на сережки, и недорого. И сколько? Пятьсот. Без трещинок. Камень, как слеза. Интересно. Вы будете камень-то брать? А то я пойду. Скажите, а у вас есть другие? Побольше, покрасивее. Для моей дамы нужен самый большой и красивый камень. Нет. Только этот. Нет. Ну, тогда извините в другой раз. Девушки на сервис не нашло. В результате начата сократится дуракатизированность общественной администрации. Ух. Уборка номера с доставкой драгоценных камней. Интересный сервис у вас в России. Стрелок говорил о нелегальной добыче изумрудов. Похоже, здесь камнями не торгуют, только ленивый. Интересно, кто им не мешает этого делать. Не может быть, чтобы местные власти ничего не знали. Слушай, а у меня идея. Давай сходим в гости. Очень смешно. Мы когда жили здесь с родителями, у меня была тетя Аня. Няня моя. Если она до сих пор здесь, то наверняка знает о том, что творится в поселке. Пойдем? Тетя Аня. Тетя Аня. Тетя Аня, это я, Даша. Даша Балка. Даша Крепцова. Тетя Аня. Боже мой. Танюшка. Танюшка. Ой, Господи. Ой, ты. Ой, какая ты красавица стала. Здрасте. Это Хайн. А что же мы на пороге ставим? Проходите в дом. Проходите в дом. Это Хайнág. Те, кто-то. Данюша. А что этот друг? Виды какие на тебя имеет? Этот? Да. Ну, не знаю. Хороший мужик, солидный. Жалко, что немец. А с другой стороны, наши-то все спиваются, алкашня. Эх, утром, глядишь, уже ползут, уже все заборы сшибают, всё. А вы где вещи-то свои оставили? Мы в гостинице остановились. В какой гостинице? Да у меня вон диван свободный, я вам постелю. Чего зря деньги-то тратить? Аккуратней! Да не чифу, не чифу. Хайнц, тётя Аня предлагает нам у неё пожить? Да. Ради экономии? Да. Да? У неё и диван свободный, и двуспальный. Не понять им этого тётя Аня. У них же в Германии даже в гости за деньги ходят. Ты чё? Это неправда. Это правда. Ишь ты! Простыл, голубчик. Садись, чай с мёдом попьём. Данка. Чё он сказал? Спасибо. А, пожалуйста, садись. Садись. Жизни никакой, Дашенька. Никакой. Всё разворовали, развалили. Спасибо. В магазинах всё, что хочешь. А денег у народа нет. Ну, а директор ваш Ломовой, чем он занимается? А он, небось, доворовывает то, что осталось? Ты видал, какую он себе домину отгрохал? Ну, да. По-моему, он директор, так, для виду. Для виду? Да. Что это такое для виду? Вот есть у нас такой гущин, бандюган. Угу. Он тоже в роде директора. Народ изумруд собирает и ему несёт. Кормить надо. Как это собирает? Где? А везде. В огороде копаю и нахожу. Плохонькие. А мужики по лесу ищут. Жилы, живы находят. А гущин всё скупает. Конечно. Но это же не легальный бизнес. Да это грабёж. Ведь он же, паразит, за копейки скупает. А что, Ломовой ничего не делает? А он ему не указ. У него вся милиция куплена. Все в доле. Ну вот, морду я нарастил, а двигатель от Мерси поставил. Да не снимай ты. Алло, вокзал. Перрон отходит. Где тебя носило? Родаки обзвонились с дачи. А чё у тебя с мордой? А чё у тебя с друзьями? В смысле? Друзья твои приходили. По морде дали. Какие? Ну, один лысый такой, другой здоровый и третий кучерявый такой, в бандане. Это Бахус. Бахус? Андрей, привет. Привет. А ты, Митя, я знаю. Так. Андрюш, ты знаешь, где эти гопники живут? Ну, конечно, знаю. Дай мне телефон. Сейчас я Максу позвоню, разберемся. Ты этот, Андрей или Вася? А ты кто такой? Ты это, мне не груби, понял? Шеф, Балдин, Гаврил Николаевич Андрея зовет. Ну, я Андрей. Ну, поехали. Он один не поедет. Абахуса бить. Да никуда он не денется. Поехали, живо. Здрасте, молодые люди. Здрасте. Здрасте. Вот ты какой, Андрей. Возьми. Похож. Похож на отца. А тебя, Вася, не ожидал, что еще раз увижу. Молодец, не трус. Ну, что ж. Жди, у нас разговор будет родственный. Мы с твоим отцом не очень-то ладили. Но что бы там ни было, мы одна семья. Когда ты сводный брат Даши, стало бы темнее, не чужой. Насколько мне известно, тебя обвиняют в убийстве отца. Это ошибка. Я верю, но обвинение не снято. Более того, ты объявлен в розыск. Плюс побег и незаконное пересечение границы. Да когда мы найдем настоящего убийцу, это все ерунда. Что? В казаки-разбойники поиграть захотелось. Сам влез и сестру впутал. Ну, ладно. Даша просила о тебе позаботиться. Пока дело об убийстве отца не будет раскрыто, поживешь в этом доме. Спасибо, но в вашей помощи я не нуждаюсь. Ты что, идиот? Ты что, не понимаешь своего положения? Да только один я могу тебе помочь. Большое спасибо, но я не останусь. До свидания. Ну что? Ну что, что? Ты, говорит, полная задница. Один я тебя могу вытащить. Визитку дал, если что, говорит, звони. Обойдемся без него. Погоди, с фирмой Беотрейд он реально обещал помощь. Это же хорошо. Ты что, все рассказал, что ли? Ты что, дурак? Ну так, в общих чертах. Вась! Он обещал найти Сонечку. У него какие-то связи в немецкой полиции. Заходи, принцесса. Сегодня у меня яблочный штрудель. Ты любишь яблочный? Любит, любит. Я решила сегодня поить Соню молоком. Нехорошо постоянно пить колу. Ребенок должен получать все необходимые вещества, чтобы развиваться. Мы вам так благодарны, фрау Кальберг. Это самое хорошее молоко. Помогите, полиция! Здесь преступление. Тридцать девять, сорок. Куда они побежали? Что вы видели? Не кричите так, молодой человек. У меня стресс. Придется завтра идти к моему психоаналитику. Вы знаете, сколько это стоит? Ну, хоть что-то вы видели? Я кормила их таким штруделем. Потом молоко. А там... Боже, у меня жуткая тахикардия. Хозяйка квартиры приехала. Моника, ничего такая. Уверена, она тоже ничего не знает. Эта чертова девка как будто прошла подготовку в штазе. Ну, Сеня! Соли дай. Значит, помнишь? Ты, немецкий ювелир, хочешь купить крупную партию камней. А я твоя переводчица. Швейцарский. Хорошо. Гущин. Ган. Ганнибал. Если он и есть убийца, не стоит сразу напоминать ему про Германию. Семен Петрович, там иностранец какой-то. Швейцарец говорит. И с ним переводчица. Чё надо? Ну, типа он ювелир. Пусть подождут. Время обеденное. А ты пока попробивай, чё это за птица к нам залетела. Угу. Господин бандит заставляет себя ждать. Что-то все это перестало мне нравиться. Гущин, Семен Петрович, что у вас? Это господин Хаймс Тирбах, компаньон швейцарского ювелирного дома Тирбах и сыновья. Я. А я Дарья. Очень приятно. Присаживайтесь. Спасибо. Ну и что ему надо? Господин Тирбах интересуется камнями. Мы слышали, что вы занимаетесь изумрудами. И где же это вы слышали? Алё, где мы слышали? Да. Коллеги господина Тирбаха из Екатеринбурга рекомендовали вас. Я. Екатеринбург. Ну, она как слава-то идет, оказывается. Коллеги, говоришь, болтает народишко, но откуда у меня изумруды? Я человек простой, под законом хожу, а по закону простому человеку к камешкам хода нет. Вот. Ему что-то про нас сказали. Этот хмель. Что делать будем? Надо доигрывать. Господин Тирбах понимает всю сложность возможного партнерства и готов соблюдать максимальную конфиденциальность. Господин Тирбах настроен очень серьезно. Его интересуют долгосрочные сотрудничества и объемы. Большие объемы. Вы, ребята, вот что. Отдохните. У нас здесь природа, воздух, а изумрудов нет. Найн. То есть они есть, только брать их нельзя. Вот как рудник заработает. Вот тогда приезжайте с хозяевами, договаривайтесь. Вот так. Так. Коля. Проводи гостей. Николай. Вали отсюда. Чего не принимаете пока? Спрысни, я тебе сказал. Ну, хоть на бутылку-то. Я не могу больше. Чего мы ждем, пока нас прикончат? А что, тебя варвар в бегах, что ли, не найдет? У него везде свои люди. Да не орите вы. Может, все обойдется. Опаньки. Миш, который? Который? Давай. Давай-давай. Ну, извини. Да чего ты делал? Тихо-тихо-тихо-тихо. Стоять. Ну, это, извини, в прошлый раз нечаянно прихватил. Теперь вроде все. А, паспорт отдай. А, да-да. Да-да. Хорошо, что приехал. Камрад, мы тебя уж не ждали. Ага. Ну, давай. К лицу крест приложи, а то фингал будет. Пошли, пацаны. И дисочка я прихвачу? Конечно, прихвати. Макс. Ау. Тут еще один вопросик по твоей части имеется. Ты же у нас в российском бизнесе, дока. Да у нас бизнеса-то нет. Одна труба. Ну, это понятно. Есть, короче, одна компания, BI Trade называется. Она совладелец изумрудного рудника на Урале. Сможешь пробить, кому она принадлежит? Ну, хорошо, я поузнаю. Макс, только дело срочное. Постараюсь завтра. Ага. Давайте, пацаны. Давай. Что же этот жлоб сказал Гущину? И Гущин вообще отказался с нами разговаривать. Даже если бы Гущина очень заинтересовали наши предложения, он все равно сначала бы начал нас проверять, узнавать. Нет, паяц. Нет, он так странно смотрел и все время ухмылялся. Ё-моё! Да он просто знал, кто я такая. Он просто узнал, что я дочь Кривцова, никакая не переводчица. Через гостиницу? Ну, по документам-то и Балдина. Значит, он знал, что дочь Кривцова носит фамилию Балдина. Если Гущин замечен в убийстве, это опасно. А если нет, он бы ничего про нас не знал. Так, Гущин скупает краденые изумруды. Фактически крадет их у тебя, а у других владельцев рудника. Но он же совсем не нервничал. Разве может так вести себя убийца? Хотя и вор не должен. Если только не уверен в собственной безопасности, Гущин ворует изумруды почти из-под носа другого хозяина рудника Ломового и чувствует себя совершенно спокойно. Ну, может, у Ломового об этом и спросим? Я теперь его новый компаньон. И мне интересно, почему какие-то Гущины наживаются за мой счет? Даша, может, тебе лучше остаться у тети Ани? Но ты же меня защитишь. Да. Тебя я должен защитить. Потому что ее не уберег. Прости, я забыла, как ее звали. Лоти. Шарлота. Вы долго встречались? Три года. Почти. Красивая. Красивее, чем я. Павел Александрович, тут к вам посетители пришли. Аллочка, сегодня неприемный день. Я знаю, но это Даша Баутина. Говорят, вы примете. Хорошо. Выпиши на нее пропуск. А с ней еще мужчина бросится. Что ж за игры-то пошли. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Балдина? Да, я Балдина. Минуточку. Павел Александрович, они подошли. Зови. Проходите. Дарья, вот уж не ожидал, не ожидал. Здравствуй. Ты что, меня не помнишь? А я тебя помню. Совсем крохой. Года три-четыре тебе было. Такая кроха совсем. И Карапузина была. Смешная такая. А теперь, красавица. Ну, здравствуй. Здравствуй. Добрый день, Павел Александрович. Какой я тебе, Павел Александрович? Ты что? Просто дядя Паша. Дарьюшка, Дарьюшка. Жаль, что в таких обстоятельствах видимся. Конечно, по-русски полагалось бы водочки. Но, думаю, Алексей не обидится. Помянем. Жалко Алексея. У нас с ним большие планы были. Рудник запустить, камень наш в Европу двинуть. Напрямую, без израильских. Вот теперь. А теперь надо со мной планировать. Сама думаешь, отцовской долей распоряжаться? Своей частью я. Андрей свои. А с Соней решим. Ну да, там же нет вора еще. Так выходит, мы теперь с тобой компаньоны, Дарья. Выходит. А тогда надо за успех нашего дела выпить. Павел Александрович. Дядя Паша. Вот вы говорите, напрямую в Европу. Да. Так ведь идет уже так камень. И отцу именно это не нравилось. Ты о чем? О контрабанде. Господи, ребятушки, какая контрабанда? Нелегальный вывез изумрудов в Европу. Зачем нам нелегальный? Когда мы можем все легально. И лицензии у нас есть. И все, все, все. Надо только рудник запустить. Надо. А то у нас пока гущен изумруды поставляет. И как не могут поймать этого проходимца? Вот такая у нас милиция. Все балду пинает. Мы знаем, что вывозятся крупные партии. На сотни тысяч долларов. На сотни тысяч? Ну, ребят, да вы что? Это же... Вам только кажется. Кажется, что это каменья, сокровища, богатство. Я вам так скажу. Не так он и выгоден, этот бизнес. И все эти гущины, продающие камни из-под полы. Все это сказки. Байки. Они у нас здесь на Урале еще при царе горохе ходили. Что-то есть такая, знаете, шахта тайная. А в ней каменьев. Во! Немеряно. Кто и верит. В сказке-то и неприятно. А отца убили. Не в сказке. А что такое эта фирма «Пиатрейт»? Это тоже совладелец рудника? Совладелец, да. Сорок два процента. А кому принадлежит фирма? Кто конкретно владелец? Владелец? Угу. Кто владелец? А вы не знаете? Пока не знаем. Вот и я не знаю. Акционерам, наверное, и принадлежит. Какой же вы все-таки нелюбознательный. Ничего-то вы не знаете, старпом. А при чем тут старпом? При том, что Кривцов перед смертью написал, что старпом представляет для него опасность. А вы и есть старпом. Бред. Не мог Алексей такого написать. Кривцов считал, что контрабанда опасна для его бизнеса. Вы же смотрели на ее тосквозь пальцы. Что? Да, да. Или сами организовывали ее. Ты что говоришь? Кривцов мешал. Именно вам. Ох ты, гаденыш. Ох ты, сепка, ты позорная. Ты на кого это решил нанехать? Спусти. Спусти, гад. Спусти. Спусти. Что, я достану? До свидания. Павел Саныч, Павел Саныч, Паша. Ну, чего тебе? Паша. Они были у Ломового. Ну, мне показалось, что не полавили. Да, записал. Спасибо. Не, ну хоть что-то. Да, Макс. Давай, братан. Ну, и что там? Контора, владеющая этим трейдом, зарегистрирована где-то на Багамах. Или на Бермудах. Но! У них здесь есть представительство. Нам надо туда сунутся. И что мы им скажем? Здравствуйте, кто у вас тот самый главный? Да мы найдем, что сказать. Главное, важных людей найти. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Добрый день. Желаете осмотреть экспозицию? Здравствуйте. Меня зовут Дарья Балдина. И нам нужен господин Шемякин. Игорь Вячеславович, к вашим услугам. Ханс Тирбах. Тирбах? Интересно. Чем обязан? Игорь Вячеславович, возможно, вы знаете, кто мой отец и что с ним случилось. Некоторые слухи доходили. Ну, собственно, поэтому мы и здесь. Мы недавно говорили со стрелком. Простите. Стрелок, он же Бондарь, он же Вырыпаев. Так вот, он сказал, что... А, давайте пройдем со мной. Не, я понял, что мы в засаде. Но только на кого? Сейчас узнаешь. Алло, Викуль, я закончила. О! Через час пересечемся? Как раз правильный человек. Угу. Хорошо. Да. Да, я подъеду. Хорошенькая. Ничего ты не понимаешь. Самые информированные люди — это секретарши. А вот это красавица. Я тебе зуб даю. Стопудовый секретарша. Давай на заднее сиденье. Давай быстрее. Девушка, разрешите вас подвезти? Да мне тут близко, до метро. Ну, какое метро? Посмотрите, какой вам экипаж подан. Садитесь. Девушка, ну, садитесь, пожалуйста. А то он так сейчас во что-нибудь въедет. Вот сейчас прям во что-нибудь въеду. Ха-ха. В поселке действительно орудует преступная группа. Действительно, есть все признаки нелегального вывоза изумрудов. И мы действительно этим занимаемся. Но меньше всего для успеха нашей работы нужны вот такие, простите, казаки-разбойники. Но, честно говоря, нас контрабанда интересует в последнюю очередь. Я понимаю, вас интересует кто убил вашего отца? Да. Мы ищем, кому это выгодно. Логично. И опять же все упирается в контрабанду. Тогда почему этого Гущина до сих пор не арестовали? Или он ни при чем? Нет, Гущин при чем. И таких, как Гущин, было много. Ловили, сажали. Но толку чуть. То есть Гущин? Это не Ганнибал? Ганнибал? Это еще кто? У отца в записях было. Он опасался Старпома и Ганнибала. Ну, Старпом это ломовой, а Ганнибал, Ганнибал. Вот что, дорогие мои, хватит заниматься самодеятельностью. Поезжайте-ка по домам. Нет, погодите. Я же хоть и по совместительству, но все-таки краевед. И вот что я вам должен сказать, Дарья. В каком-то смысле вы являетесь наследницей местных рудников по праву рождения. Вы же по маме Балдина? Да, Балдина. Смотрите, идите сюда, смотрите. Ваш пра-пра-пра-пра, ну, я не считал сколько, дедушка. Ерофей Балдин в 1826 году организовал недалеко отсюда добычу асбеста. Видал, какие у меня корни? А вы, если я не ослышался, Тирбах? Да, моя фамилия Тирбах. Тирбахи нам тоже знакомы, но я не думаю, что вы имеете к ним отношения. Это по русской линии. Мои предки жили в России. Сейчас выяснится, что мы брат и сестра? Нет, я думаю, до этого не дойдет. Вот, добычей руды на штольнях заводчика Антипова руководил горный инженер Йоганн Тирбах. Интересно получилось. Мы с тобой оба вроде как местные. Да, такое совпадение. Это не совпадение. Это какое-то чудо. Отсюда лес не зеленый, а такой синеватый, как изумруд. Мы в город изумрудный Идем дорогой трудной. Идем дорогой трудной, дорогой непростой. Заветных три желания. Знаешь эту сказку? Наверное, нет. Там была девочка Элли, страшила и железный дровосек. Волчебник страны лоз. Угу. Я девочка Элли, а ты железный дровосек. Похоже? Нет. Ты из другой сказки. Мне в детстве ее рассказывала на ночь моя русская бабушка. Ты здесь хозяйка. Хозяйка Медной горы. Никакая я не хозяйка пока. Прав был, Шемякин, ничего мы здесь не найдем. Надо возвращаться. Тебе в свой дом, а мне в свой. Хозяйка Медной горы. А как же Лотти? Я, между прочим, тоже в Испанию хочу. Алка, отстань. Ну да. Меня ж только в кабинете можно. Заткнись, сказал. Еще только твое натия мне не хватало. Я устала. Что? Заткнись. Четка. Ладно. Ну ладно, иди сюда. Что такое? Черт, кого принесло. Сиди тихо. А помяни черта, он и появится. Твои-то дома? В Испанию отправил отдыхать. Все семейство отправил? Да, теперь можно. А ты что с немцем этим будешь делать? Решу. Что они с девчонкой хотели? Про ганнибаловскую фирму спрашивали, кто там да что, про черную скупку. Ну ты ничего не рассказал? За кого ты меня принимаешь? Хорошо. Никому не говори. Молчание золото. Да ты что? Ты что? Ты что? Ты меня вообще не слушаешь. Я тебя слушаю, но я тебя не понимаю. Мы кое-что уже знаем. Да ни хрена мы не знаем. Ты что, не видишь, какие здесь дела творятся? Это тебе не Берлин. Причем тут Берлин? Да ни при чем. Здесь совсем другие законы. Нас здесь заруют под первым кустом, и все. Вышли погулять и не вернулись. Прав был, дед. Каждый должен заниматься своим делом. Хватит, наигрались. Я ни во что не играю. Я ищу убийцу своей невесты. Это мое дело. Вы посмотрите, он здесь один и ищет справедливость. А мы все так. Мы играем. Я этого не говорил. У меня, между прочим, отца убили. Если ты не забыл, конечно. Так почему ты не хочешь найти его убийцу? Шемякин здесь сколько сидит? Ну и что? Много он узнал? То-то. А за ним знаешь, какие люди стоят? Все. Хватит. Надо трезво оценивать ситуацию, а не поддаваться эмоциям. Что ты смеешься? Русские учат немцев, как трезво оценивать ситуацию. Забавно. Может быть, вы еще научите нас, как автомобили делать? Дед, дед. Ай-ай-ай! Заткнись! Заткнись! Ну, прости меня. Даша. Это ты меня прости. Я не знаю, что со мной произошло. Я устала. Я боюсь. Я устала. Я боюсь. Правильный человек. Секретарши все знают. Ну-ну. Подожди, не все сразу. Еще пару таких встреч, и милая девушка все расскажет. Ой, ладно, Гнать, просто признайся, что понравилась деваха. Че ты как? Ну, интересная. Интересная. Вот, сдам тебя Дашке, будете интересная. А Дашке все равно, у нее немец. Ой, немец. Ханьц безутешный вдовец. Сюда прилетел из своей погибшей невесты. Че-то он не очень похож на безутешного. Как привязанный сидит, а? Кто? Да вон джип сзади. Куда мы, туда и он. Может, оторвешься? Гаврил Николаевич, они меня заметили. Ха-ха-ха. Отрываются. Продолжай. Повиси на них, повиси. Напугай их как следует. Пусть в доме сидят сыщики. Кто? Это горничная. Откройте, пожалуйста. Опять. Стоять, руки за голову, лицом к стене. Хайц! Так, сидим, спокойно. Хайц! Руки потихонечку, понял? Пошь, пушку я сказал. Потихоньку оружие. Руки. Спокойно. Сиди. Эй, как там тебя? Стирхом? Стирбах. На выход. К стене. Да. Привели. Давай. Свободный пока. Я не могу узнавать, почему я райсторан. Я гражданин Германии. Я прошу дать мне возможность связываться с посольством. Фамилия, имя, отчество? Хайнц Тирбах. И чё здесь, чё? Не понимаю. Фамилия. Тирбах. Ну, вот другое дело. Год рождения. 1971. Где вы были сегодня ночью? Спал. Спал в гостинице. А почему вы спрашиваете? Вы меня в чём-то подозреваете? Подозреваем. Мы тебя, гражданин... Гражданин Германии Тирбах подозреваем в убийстве. Гражданина России, ломового. Говорят, три пули прямо в сердце. Какие три пули? Скажи, ещё десять пули. Одна в сердце, другая в голову, контрольный выстрел. И всё, бас, да нет мужика. Ой, вот так жил, человек жил. Воровать меньше надо было. Ну да. Ой, не несу. Не несу, не несу, да, шо? Назад, назад. Ну, пустим. Назад. Давай, куда вы идёте? Разгоните. 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 Итак, вы утверждаете, что прибыли в Изумрудный для изучения своей родословной? Это может подтвердить господин Шемякин. Ну да, ну да. И изъятый у вас пистолет марки Беретто, тоже для поиска родственников. Россия — опасная страна. На меня уже нападали. Не Ломовой случайно? Я не знаю, кто. А у Ломового вы тоже родственников искали? Ломовому мы наносили визит вежливости. У него дела с моей спутницей Дарьей. Угу. Вежливости. Володя! Володя, где у нас там это, Решетнюк? Давай-ка ее сюда. Значит, вежливости. Я прошу связаться с посольством Германии. Иначе я отказываюсь говорить. Свяжемся, свяжемся, непременно свяжемся. Вот, проходите, не стесняйтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, гражданка Решетнюк, вы узнаете этого гражданина? Да. Он приходил вчера к Павлу Александровичу. С Балдиной Дарьей. Зачем? Я не знаю. Но они поругались. Павел Александрович, он так кричал. Кричал на вас, гражданин Ломовой. Мы немного спорили. О чем? О родственниках. Я еще раз прошу связаться с посольством Германии. Больше я ничего не скажу. Да прекратите вы мне эту истерику! Извините. Значит, не о родственниках. А о чем? Ну что? Что-что? Стоит. Надо как-то от него избавляться. Ага. Или от них. Мы ж не знаем, сколько их там. Да один, максимум двое. И кто? Может те, кто клеща убили, а может те, кто отца? Тем более. Алло. Андрей. Балзин. Алло. Андрей. Выяснил я, что это за би-ай-трейд. Зарегистрировано на Багамах. Это дочерняя фирма крупного канадского инвестиционного фонда. А от акционеров инвестиционного фонда ожидать заказа на убийство, по-моему, не стоит. Ясно? Да. Понял. Спасибо, Гаврил Николаевич. Всего доброго. Что? Да ничего, про би-ай-трейд он узнал. Ну? Говорит, серьезная контора, канадские банкиры. Убийство отца никакого касательства. Ну, конечно, если канадские, то никакого касательства. Вась, ну а как ты себе это представляешь? Собирается собрание акционеров. Они сидят и решают, а не завалить ли нам какого-нибудь конкурента. Пустышка — это все. На Урал надо ехать, там все концы. Я этому деду не доверяю. Просто потому, что он не пускает тебя на порог. Не просто потому, что он меня на порог не пускает, а потому, что все самим надо делать. Значит, ты все-таки запал на эту секретаршу. Да пошел ты! Мы с Дашей условились. А не там, мы здесь. Да пока мы здесь, она там рядом с убийцей ломовым. Ну, хотя там Хайнц. Я думаю, поможет, если что. Значит, думаешь, ломовой? Да сто процентов. Нет, ну я, конечно, могу напрячь своего друга Питера. У него много всяких знакомых. Но это… Звони. Звоню и едем. Да. Едем. А так самон только от этого, избавимся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты офигеешь! Сестра твоя нашлась. Соня! Где она? Что с ней? Кэт? Какая Кэт? А, вот это новости. Блин. А какие позвонить? Чего он хочет-то от вас? Не знаю. Черт. А когда доберешься? Послезавтра? Блин, как долго. Слушай, ну тогда сразу звони мне. Да. У тебя определился мой номер? Да понял. Невелика идея. Пацаны, у меня Сонька нашлась. Кто? Ну, сестра моя младшая. Это которую похитили, что ли? Да не похищали ее вовсе. Она сама ушла. А теперь у подруги моей живет. Ну, слава богу. Одна сестра нашлась, главное вторую не потерять. Где и при каких обстоятельствах вы познакомились с господином Тирбахом? В Германии. Я ездила на похороны отца, там и познакомилась. При каких обстоятельствах? Да так, зашла пиво выпить и он тоже. А, то есть случайное знакомство. Угу. И после этого случайного знакомства вы решили вместе съездить в Изумрудный. А мы понравились друг другу. И мне надо было сюда съездить. Зачем? Мой отец Алексей Кривцов. От него остались акции местного рудника. Вы должны это знать. Хотела посмотреть на наследство. А господину Тирбаху тоже захотелось посмотреть на ваше наследство? Нет. Господину Тирбаху хотелось посмотреть на Урал. А может просто со мной побыть? А, побыть с вами. В наших диких краях. Да господин Тирбах, оказывается, у нас романтик. Это точно. А чем он по жизни занимается? А он работает в полиции. В полиции? А вот это уже интересно. А может быть это было не случайное знакомство? Я не понимаю, о чем вы говорите. Скажите, а могу я позвонить дедушке? Сообщить, что задержана? У него больное сердце, он беспокоится, когда я долго не звоню. Дедушке? Дедушке можно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Счастливо, мужики! Всё! Давай, удачи! Спасибо, Марс! Нитя, машину береги, понял? Нервы? Не груби мне! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушай, Семёныч, твои подчинённые совсем оборзели. Внучку мою забрали. Какой-то долбанутый Алёхин чуть ли не мокрое дело ей шьёт. Правда, она по молодости тоже дурочка связалась с каким-то немцем. А немец, похоже, и вправду замазался. Ну, так и пусть намотают ему по полной. А Дарью надо вытащить. Буду благодарен. Ну, будь здоров. Бывай. Спасибо. Как ты собираешься ломового колоть? Не знаю. Придумаю что-нибудь. Да! Я твои придумки знаю уже. Понял? До сих пор башка трещит от того, как мы с тобой здорово придумали со стрелком разобраться. Слушай, давай встретимся с Хайнцем этажкой, там видно будет. У них есть какой-то план. Наверное. Так мы чего туда едем? План Хайнца послушать, что ли? Вась, не начинай, а! Ладно, пошли. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Молодой человек, а вы приходили к госпоже Монике? Не совсем. У нее в квартире должна жить молодая женщина с ребенком, с девочкой. Вы их случайно не видели? Что-то не припомню. Но знаете, в моем возрасте голова уже совсем как в тумане. Если я увижу этих женщину и девочку, передать, что вы заходили? Да, скажите, что заходил Петер, они поймут. Большое спасибо. Большое спасибо. СИГНАЛИЗАЦИИ Это фрау Кальдберг. Это фрау Кальдберг. Приятно, что вы помните. Да, господин полицейский, приходили. Какой-то подозрительный мужчина с кожаной водкой. Зовут его Петер. Нет, я сделала лучше. Я записала вам номер его мотоцикла. СИГНАЛИЗАЦИИ Ну и что? Теперь-то куда? Сейчас спросим. Здорово, командир. Не подскажете, здесь у вас остановиться можно, переночевать? Вон гостиница. А вы по каким делам к нам? Да мы так, родную страну решили посмотреть. Просторами любуемся. А, хорошее дело. Я б тоже посмотрел. А то кроме армии ничего не видел. Я в Ставрополе служил. Сигаретки не будет? О, конечно, угощайся. Спасибо. Ну, удачи вам. Спасибо. Вася, смотри, прикольный день. Пойдём, пойдём. Блин, где эта воровская, воровская? А я-то почему знаю? Вон у ментас проси. Ага, у мента. Дядя Серёжа сказал, не светиться. Только предупреждаю, стекло в номере разбито. В смысле? Ну, разбито, разбито. Да вы не волнуйтесь, к вечеру вставят. А что, со стеклами нет номеров? Ой, молодые люди, у нас тут не Москва. У нас не по тысяче номеров. Ну, и чего, неужели все заняты? Все. А в восьмом киллеровское барахло осталось. Чьё барахло? Ну, киллеров. Девушка и немец какой-то. Приехали, поселились, всё честь по чести. Потом раз, и директора шахты убили. Целая спецоперация была. Что вы, что вы, страсти. Господни страсти просто. Спасибо. А, спасибо. Вы не волнуйтесь, к вечеру стекла вставят. Думаешь, они ломовы в игру? Не знаю. Делать-то что будем? Да подожди ты. Да. Какие проблемы? Ага. А если увидят? Понял? Да, всё сделаем. Ну да. Ну, чё? Сказал снять хату какую-нибудь и ждать. Девку скоро выпустят. Главное, чтобы нам теперь с МИМ не засветиться. Слушай, а если она нас случайно увидит? Тогда хозяин нас с тобой лично пошинкует. Реально. Вот. Подпишите, пожалуйста. Что это? Подписочка о невыезде. Можете ещё понадобиться. Меня выпускают? Да. Выпускают. Должен принести вам свои извинения. Вы больше ни в чём не обвиняетесь. Повезло вам с дедушкой. А мой жених? А вот господину Тирбаху с дедушкой повезло гораздо меньше. Ну, товарищ. Товарищ майор. Товарищ майор, Хайнц здесь совершенно ни при чём. Мы с ним всю ночь были вместе, я клянусь. Дарья Алексеевна, ваш дедушка, конечно, большой человек. Но я бы не рекомендовал вам лже свидетельствовать. Ну, это правда. Всё, хватит. У меня на него все улики, да и мотивчик появился. Вы у него, оказывается, не первая невеста. Да? Я не люблю такие. Ты у себя в Германии будешь выпендривать. Люблю, не люблю. Здесь какие есть, такие бери. Понял? Ладно, без яблока пойду всё. Ладно, дальше я сам. Слушай, давай я тоже в милицию пойду. Какая тебе милиция с твоим немецким паспортом? Давай, всё. Почём яблочко? Да, по двадцатке отдам. Хорошо. А есть у вас пакет? Да, сейчас. Отлично. Возьмите, пожалуйста. Угу. Полезные яблочки, витаминчики. Ясно. Спасибо. Капусту мою возьми вот хорошую. Не надо, спасибо. Вот, мне нужна и твоя капуста. Домашняя? Да. Сама не давала, сама. Чего огурчики добавили? Не, слушай, а капуста нормально охустили, а? Да, сама солила. Улица полна неожиданностей? Чего светитесь? Так пожирать же надо. Хибару сняли? Угу. Ну и быстро туда. И чтоб без моего разрешения туда и согнулась. Ну, чё там, Дашку отпустили? Немца держат. Эй, парни. Ну, понял. О, привет. Ну, как здесь оказались? Прилетели. Я же вам сказала, в Москве сидеть. Ну, нормально. Вы в тюрьме, мы в Москве. Зашибись. Ханьцы посадить хотят? Может, это он Ломового завалил? Ты дурак, что ли? Ну, а кто тогда? Если б я знала. Ладно, идём. Хорошо, что приехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло, Петер. Алло, Петер. Да, Кэт. Помощь нужна, позарез. Да никуда мы не пропали. За нами. Нет, не могу по телефону. Давай где всегда. Часа через два, ладно? Да, придём, конечно. Всё, до встречи. Петер нас непременно спасёт. Петер, он такой, он всех спасает. А ну-ка, маленькая. Быстро улыбнись. Пошли. Маленька, чего остановилась? Детка, что с тобой? Камарики. Камарики. Кэти, Кэти, я боюсь. Там дядя был, он злой, он с ружьем приходил, а потом все лежали и молчали, все-все, и мама, и папа, и Лося. Мы расскажем Андрею, когда он вернется, и Петеру, и они обязательно накажут злого дядьку. Ты разговариваешь? Ты можешь говорить? Говори, 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 только не молчи больше, никогда не молчи, ни за что. Ты как себе это представляешь? Вооруженный налет на милицию? Ну, почему налет? Ну, можно как-нибудь хитро попробовать. Как это? Например? А если как Шарапова? Чего? Ну, кино такое, помните? Мне отец кассету из России привозил. Когда Хайнца будут привозить с места на место или куда-нибудь, мы наклеим на дверь фотографию Лотти, и он все поймет. Какую фотографию? На какую дверь? Куда его будут перевозить? Ты соображаешь? Даш, дай пакет привезу. На. Хорошо ты у нас устроился, товарищ немец. Обеды тебе от начальства доставляют. Отдельная камера, прямо в уральский курорт. Послушайте, у меня к вам есть одна просьба. Чего? Какая просьба? Понимаете, мне нужно передать дырцет для… Чего? Записку. Ну, да ну, даже не думай. Нет, вы не поняли, вам за это хорошо заплатят? Заплатят. Ты чего, за эта статья? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Кто? Конь в пальто. Ну что, нашел место для позиции? Нашел. Шикарное место нашел. Фрейс там как на ладони. Ты прикинь, вот его менты кормят. Сидит, главное дело, хавает. Ничего. Завтра дохавается. Я не вертолетик с трех метров. Не промахнусь. Опа! Какие три метра? Там метров двадцать было. Ну, пятьдесят. Слушай, я ведь стрелял не из винтаря. Я стрелял из макара. И, между прочим, попал. Ну, значит, завтра я буду перепопадать. Только третьего раза не будет. Дарья! Кто это? Потом скажу. Привет. Почирикать бы надо. Есть о чем? Ну, только не здесь. Выйдем. Короче, это, я что сказать хотел. Я человек маленький. Если вы там наверху чего не поделили, я-то, в общем-то, сбоку. Но я к тому, что если Ломовой не прав был в чем, так я за него не в ответе, верно ж? Но это как сказать? Ну, че как сказать, Дарья? Ты ж тоже расклад-то смотри. Мне как сказали. Я так и делаю. Я за Старпова. Не вписывался. Вы ведь в курсе его дела? Ну, че в курсе? Я же не знал, что он в темную играет. Я думал, у вас все договорено, перетерто. Нет, не договорено. Я ж не знал. Мы тоже многого не знаем. Так что можете помочь. Без вопросов. Я знаю, Ломовой крупную партию к отправке готовил. На базе. На базе все. Покажете? Базара нет, Дарья. Вот давай завтра с утреца и подскочим. Хорошо. Значит, завтра в десять я сюда подъеду. Лады? Ну, че она возится? Папа, ты когда приедешь? Приеду, приеду. Скоро. Ну, ты что там заснула, что ли? Давай. Давай залазь, Клуша. Ну, давай, Коля. Поживете пока у Тихонова. Я скоро приеду. Сей, ты осторожно. Все-все-все-все-все. Ну, поехали. Давай. Давай. Береженого Бог бережет. Давай. Охраняй Рекс. Рви, если кто полезет. Рви. Понял, псина? Руки подними. Подними, 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 на минуту дольше проживёшь. Слушай, браток, ты не стреляй. Зачем мне стрелять? Я человек маленький. Был бы человек, а причина найдётся. Повернись. Ну, рассказывай, о чём ты с Дарья Алексеевна беседовал? Так ты чё не от них? А от кого ж ты так... Не отвлекайся. Извини, брат, слушай, я ж не знал, что всё так попутано. Я думал, хозяева разбираются. Вопрос помнишь? О, извини, извини. Я ж, я говорю, я не знал. Думал, хозяева разбираются. Может, чё не поделили? Вот с Тарпом жмуратой сыграл. Короче. Ну, я к ней. А она говорит, про старпомовские дела рассказывай. Ну, и что ты рассказал? Да ничего пока. Договорились завтра на базу ехать. Я так понимаю, её камушки интересуют, которые с Тарпом отбирал. Слушай, брат, так если ты не с ней, там камней, мы с тобой таких бабок в жизни не видели. Продолжай. Ну, в чём дело? Я же просил сюда не приходить. Игорь Вячеславович, не телефонный разговор. Ну, иди. Поконкретней, поконкретней. Гущин завтра на турбазу должен ехать. Балдину с собой повезёт. На экскурсию. Интересный расклад. Гущин и Балдина. Она одна поедет? Не знаю. Немец заперт плотно. Других серьёзных персонажей не наблюдается. Ну, не с пионерами же она потопает. Что от пионеров толку-то? Зачем они едут на турбазу? И что ей говорил Гущ? Так там же камни, Игорь Вячеславович. Те самые. Ты уверен? Так точно. Гущ просто прогнуться хочет. Решил, что за ней сила. Вот и суетится. Кто? Даша, открой, это мы. А вы куда собрались? Как куда? Мы с тобой едем. Конечно. Вы остаётесь тут. Почему? Меня это тоже касается. Андрюша, здесь я решаю, что тебя касается, а что нет. Да ладно, может тогда в детский сад меня сдашь? Сам подумай. А если это подстава? Кто-то должен остаться здесь, в случае чего свяжешься с дедом или с милицией. Ну ты оставайся, ты женщина. Андрюша, я не женщина. Я, между прочим, твоя старшая сестра. И Гущин обратился ко мне, а не к тебе. Не забывай. Вон Васька останется. Ну еще чего? Я поеду. Все, что хотите, говорите, я все равно поеду. Тебя, правда, надо сдать в детский сад. Вась, закрой. Даша. Даша. Залезайте вдвоем. Доброе утро. Привет. Это кто? Это так, с нами поедет, братишка мой. Мы так не договаривались. Да ладно тебе, ты тоже вон с хлопцем. Даша. Все нормально. Ну что, поехали? Поехали. Ничего не нормально. Привет, барышня. Петер, как мы рады тебя видеть, ты даже не представляешь. Добрый день. Соня, ты заговорила. Молодец, девочка. Да, мы теперь будем говорить, Петер. Ты должен нас срочно где-то поселить и натормить. Не вопрос. Прыгайте. Спасибо. Гайль. Тут, конечно, не ахти, зато тихо. Здесь вроде Таня Радек с Гюнтером жили. Гюнтер, верно? Ну да. Но они всей коммунной свалили в Гоа полгода назад. Гюнтер оставил мне ключи. А мне не разрешали рисовать на обоих. Здесь можно, я разрешаю. Хорошо. Тогда я нарисую нас с Андреем. Кэт, мамой, папой и Лотти. А меня? На мотоцикле. Клёво. Соня, садись ешь. Петер, ты волшебник. Это ещё не все чудеса. Мне Энди звонил. Энди? Энди? Да, братишка твой. Андрюша, а где он? Он далеко. Но ему можно позвонить. Есть! Куда мы едем? Ну, как обещал, всё покажу. Там база. Рядом шурфы. А на базе старт, он вообще собирался вранилку встать. Главное, там его как хранство, а то и запасы. Выключите музыку, пожалуйста. Камушки там. На туре первый сон. Ну, в общем, лучше один раз увидеть. Алло. Петер, это ты? Остановите машину, пожалуйста. Петер, сейчас. Петер. Петер, сейчас. Что? Соня, она с тобой? Сонечка, здравствуй, моя сестрёнка. Я не мог приехать, милая. У меня были дела. А какие у тебя были дела? Почему ты уехал? Петер, у меня так получилось. С тобой всё хорошо? С тобой всё хорошо? Фонарики. Да, да, да. Молодец. Хорошо, скоро приеду. Обязательно. И чупа-чупсы куплю. Ехать пора. Не мешайте ему. Пойдём с тобой в зоу, посмотрим на Миши. Нам пора. Всё, я тебя целую. Пока. Андрей. Андрей, ну что там? Нормально. Поехали. Саня, отрывай. Саня, отрывай. Здорово. Здрасте, Семён Петрович. Ничего, нормально всё? Доброго дня. А на тройке кто? Лымарь дежурит. Ясно. Поеду проведаю его. Даша. Привет. Здравствуйте, Семён Петрович. Как хозяйство? Охраняем. Смотри мне. Посторонних не было? Нет, чужие тут не ходят. Это со мной. Пошли. Цех откроешь. А. Свет включи. Иди пока. Ага. Ну, вот полюбуйтесь, здесь товарищ Ломовой гранил поорганизовывал. Что же, все эти камни вы скупили у местных? Ну, у народа тоже, но я ж говорил, здесь недалеко шурфы есть. Оно не так богато, как на руднике, зато рядом с поверхностью. Но это всё семечки. Главное, там. Идите сюда. Идите, идите. Сюда, идите. Вот он. Кохран. Камушки в натуре, первый сорт. Половину сам в руках держал. Прям выпускать не хотелось. Так. Ну. Пляха. Здесь ничего нет? Нет. А где? Ну, было. Правда, было. Все там было. Полный сейф. А вы погодите, погодите. Может, охрана? Лымарь! Лымарь! Я! Лымарь, твою мать, ты где ходишь? Чего? Иди сюда! Ты для чего сюда поставлен, а? Сейф пустой, где все? Так это, может, хозяин забрал. Какой хозяин? Чего ты мне гонишь, а? Так хозяин вчера вечером приезжал. Вчера вечером? Хозяин приезжал. Ты знаешь, что с торпом вторые сутки уже как жмур. С пулей в башке он к тебе приезжал? Да не с торпом. Ганнибал приезжал. Ганнибал? Здесь был Ганнибал? Иди сюда. Когда? Вчера вечерком приезжали. Черпарь с охраной. Да кто такой этот Ганнибал? Лымарь, стреляй в него! Стреляй! Куда ты стреляешь? Ах ты, козел! А ну-ка, пошевеливайся! Отпусти! Саня! Саня! А-а-а! Всё, Сеня, отбегался. Он на турбасе романтик! Он забрал Дашу! Остановите, пожалуйста! Ну, пожалуйста, я больше не могу! Руки освободите? Даже не думай. Может, отвернётесь? Вот хозяин-то у нас какой. Всё успел, везде побывал. Ганнибал? Вы на него работаете? Работаю. Ещё как. Как пчёлка. Как пчёлка. И Ломового вы убили. Ты всё? Моего отца тоже? Я-то вам на что сдалась? Хватит болтать. Время вышло. Почему сразу не пристрелили? Успеется. Успаёт. Успеется. 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 О-а-а-а! Выходи! 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 Убью! Убью, гад! Андрюк, не стреляй! Это я! Не стреляй! Вась, ты? А кто? Ты что, охренел совсем? Чуть не подстрелил меня? Да! А то такое было, а то у меня конец! Идёт кто-то! Быстрее сюда! Да! Да, этого я не предусмотрел. Ничего, Игорь Вячеславович, мы его перехватим. Ну, это само собой. Пошли. Пошли, нечем нам тут светиться. Пойдём. Кто это? Может, Ганнибал? Понимаешь, Ганнибал, мне надоело, что у меня используют в тёмную. Не понимаешь? Эки, ты непонятливый. Тогда слушай. Дарья Алексеевна здесь со мной, и я её отдам только в обмен на изумруды. Те самые, которые ты сегодня увёз с базы. Не будет камней. Дарья Алексеевна умрёт. Имя Шарлотты Стайн вам о чём-то говорит? Говорит, я требую встречи с представителями посольства. Слушай, слушай, Тирбах. Вот как мужика я тебя понимаю и уважаю. У тебя погибла невеста. Ты решил отомстить. Так и надо. Ну, почему ты решил грохнуть Ломового? Ну, ты же… Ну, ты же наш человек, следак. Ну, разобрался. Пойди, прежде чем ствол вынимать. А потом, ну, если сделал дело, ну, давай и дальше мужество проявлять. За сделанное-то надо ответить. Понимаешь? Надо. Надо. Если б я это сделал, я бы скрывать не стал. Ладно. Вижу, запамятовал ты. И так бывает. Ну что ж, освежим память. Освежим. Всё, я в милицию. Пускай Дашку ищут. Ты остаёшься. Хайнца отмазать надо. И Дашку втроём искать. Хайнца завтра под охраной в дом Ломового наследственный эксперимент повезут. Вот там его и отобьём. В номер иди. Подготовимся нормально. Всё продумаем. Андрюх, ты что, не понимаешь, а? Кончились игры. Надо милицию подключать. Да при чём тут игры? Нужно, конечно. Только милиция Дашу разыщет. А Хайнца за убийство Ломового осудит. И меня заметут. Даже не думай, понял? У нас выхода другого нет. Нам Дашку спасать надо. А без Хайнца мы не справимся. Значит, надо вытыщить Хайнца. Как Шарапова, да? Как вообще отменяется? Или мы его потом хлопнем? Не, ну это так. Ага. Ну, понял, понял. План изменился. Не будем мы немца кончать. Что, вообще что ли? Наполовину, блин. Я ж тебе говорю, план изменился. Давай. Давай. Толкай. Вась. Давай. Давай, давай. Давай, давай. Будем ждать? Толкай. Откуда вы знаете Ганнибала? Работали вместе. А где? В 300 ресторанов и столовых. Я серьезно. В КГБ? Вы же бывший ГБшник. Точно? Отдыхай. Завтра день тяжелый. Да кто же такой этот ваш Ганнибал? Завтра познакомишься. Он тебе понравится. Спи. Вась! Вася! Чё? Что? Что, что? Иди сюда. Короче, Хайнц может бежать через черный ход. А ты его на мотоцикле встретишь. Только надо двери подготовить. А менты? Замки подпилить там. Менты. Менты? Я не знаю. Их можно как-нибудь отвлечь, Вась. Как в том фильме. Шарапа вообще в темноте бежал. Хайнца днем повезут. Ты же солнце не выключишь. Значит, надо что-нибудь придумать другое. Андрюх, это все ерунда какая-то. Понимаешь? Там менты настоящие будут. Они стрелять начнут. Вася, в Германии менты тоже настоящие были. А я бежал. Бежал, потому что друзья были. Не знаю, бомбу здесь взорвать, что ли? У тебя она есть бомба? Нету. И у меня тоже нет. Давай фейерверки купим. Ага, побег с салютом. Погоди. Можешь взрыв-пакет сделать. А ты сделаешь. Чё, я двоечник, что ли? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Его заводят. Пять минут. Ну что, господин Тирбах, помещение узнаём? Бывали здесь раньше? Нет. Нет. Ну что ж, я вам помогу. Итак, приблизительно в час ночи вы пришли к гражданину Ломовому. Он вас впустил. Видимо, после дневной ссоры надеялся на какое-то примирение. Он предложил вам выпить. Поставил на стол бутылку виски. Вы ведь и днём с ним пили, не так ли? Готов? Готов, готов. Послушайте, вы ведь не производите впечатление идиота? Не понял. Или вы считаете меня идиотом? А я что, неверно представляю себе эту сцену? Зачем вы это делаете? Что? Вот это! Эту дешёвую провокацию! Вы думаете, я поддамся? Ложись! Всем лежать! На пол все! Всем лежать! Руки за голову! Что происходит? Что не валяются все? Хрен знает! Лежать! Лежать! Жить надоело! Лежать! Фриц, пошёл! Пошёл, пошёл! Лежать! Входим, входу! Лежать, чтобы шевелиться морские вышли обоих! Давай, 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 фриц, вставай! Сустрей, говорю! Сустрей, давай, машину! Похуйся! Уходим! Лежать в менты, я сказал! Ура! Вася, слушай, тут Ханьца кто-то другую спас! Что это было? Что это было? На выход, сиделец! Ну что, фриц, снова здорово! Вы это что тут делаете? Ответь ты натура полицайская! Мы его снар вытаскиваем, а он нам допрос устраивает! Ну что, фриц, добро пожаловать! Ты, наверное, к более комфортабельному автомобилю привык? Ну ничего, ничего! Залезай, залезай! Пошел! Давай! Пойду дяде Серия отзвоню! Командир, ну все нам изви! Немцы повязали! Пивень с ним, я за вертушкой! Все помнишь? Обижаешь? Да главное, не забудь пивень! Вот если что не так, дядя Серия нам с тобой кишки на уши реально намотает! А то я не знаю! Ты сам смотри с вертушкой, не лопухнись! Не бои, из-за всего плоти! Давай! Давай, бродяга! Давай, может ты за ним? Зачем? Нам же Ханис нужен! А с этим Боровым мы вдвоем разберемся! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да, да, да. Постучи мне там, давай, ага. Видишь, ты сил одевать некуда. Да, да, да. Чё за дерьмо, а? Блин, корыда. Хайнц, вылезай. Это мы. Тихо, тихо, тихо. Когорик, дедяш. Быстро! Мне тебе отечу. Ух! Я скажу всё. Не упивай только. Я скажу всё. Не упивай только. Пойми, идиот. За этой девочкой охотится убийца. Настоящий убийца. И пока мы здесь с тобой тут мило беседуем, он, может быть, её уже нашёл. Ух! 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 Подумай головой. Их никто не спасёт, если он найдёт их раньше, чем я. Ты этого хочешь? Нет. Адрес. Людвиг-штрассе 46. Третий этаж. Молодец. Молодец парень. Дежурный. В камеру его. Пусть посидит до утра. Зачем? Чтоб поумнел. Моли Бога, чтоб я успел первым. Ну что, Ганнибал, готов? Значит так. Сейчас идёшь к нам один и без оружия. Отдаёшь мне камушки и катись ко всем чертям. Понял? Всё. Ну что пригорёнилось, принцесса? Скоро всё кончится. Гаврил Николаевич, мы готовы. Дороги перекрыты. Всё под контролем. Как только он отпустит Дарью Алексеевну, мы его зачистим. Хорошо. Будь на связи, жди приказа. Понял. Дед! Дед! Рад тебя видеть, Николаевич. Знакомься, принцесса. Это и есть тот самый Ганнибал. Для простых смертных – Гаврил Николаевич Балдин. Стоять! Все в порядке, Данечка. Нехорошее дело ты затеял, Сергей. Много на себя берешь. Кейс открой. Кейс на землю. Клади, клади. Сам пять шагов назад. На колени, руки за голову. Быстро! Ну? Хороший камушек. Да и остальные не хуже. Спасибо, Николаич. Дед, как же так? Не бойся, Данюшка. Все будет хорошо. Доволен? Отпускай Данюшку. Успеется, Николаич, успеется. Данюшку. Какий ты заботливый стал. Отца у девки грохнул, мать в могилу свел. Ты что несешь, мерзавец? Дед, что же он такое говорит? Не слушай его, Даня, не слушай, он лжок. Я лгу? Это он все ради тебя, принцесса, старается. Местечко расчищает. Чтоб других наследников кроме тебя не осталось. Отца твоего приказал убрать. Ломового завалить. Браться твоего, правда, с сестренкой у него грохнуть не получилось. Ну так за этим дело не станет. Уберет ты их со временем. Да, Николаич? Ты же своего не упустишь? Даже по мелочи, вон, не удержался. Сам прилетел. Чтоб, не дай бог, ворованные изумруды не пропали. Ты получил камни? И отваливай, мразь! Что ж ты меня так торопишь? Может, в последний раз видимся? Давай потолкуем по душам. Раньше-то все не досуг было. Ну вот, не успели. Не везет нам с тобой, Ганнибал. Курица. Курица, Курица. Ну и Protesters. А ты не будешь кавалерию подогнал? Обломается твоя кавалерия, мы вверхом уйдем Ветка, скажи своему деду, чтоб дал мне спокойно уйти До сюрпризов, а то и дед подстраковался Да, твой немецкий хахель, он у меня тугом заложником Похлопаси перед своим дедом, извели, дорогая, ничего личного Таня, сейчас, сейчас все будет кончено Не трогай его, Танхайн, не трогай его, слышишь? Зачем Танхайн, он нам не нужен Если ты его хоть пальцем тронешь, хоть пальцем его тронешь Ну хорошо, хорошо Понял, понял Дедка! 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 Где они? Эй, Лави! Станя! 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 Что же теперь будет? Тебя ведь милиция ищет. А ничего не будет. Как вы, русские любите говорить? А вот обойдется. Зато мы теперь знаем, кто настоящий убийца. Даня! 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 Ну вот, вроде бы все и кончилось. А? Теперь все по-другому пойдет. А? Что же ты натворил, дед? Зачем все это? Я ради тебя. Хотел, чтобы ты единственной хозяйкой была. Чтобы дело, дело наше общее подняла. Как лучше. Но ты кому врешь, дед? Денег ты хотел. А помнись, какие деньги. Зачем мне деньги? Я старый. И отца из-за денег убил. И сюда притащился, чтобы эти камни к рукам прибрать. Они из-за меня. Даня! Куда ты, Дань? Дань, я люблю тебя. Я хотел, чтобы ты начала новое дело. Большое дело. Продолжила. А я тебе помогу. Поможешь? Это как? Как отцу и матери помог? В могилу поможешь мне отправиться? Прощай, дед. Прощай, дед. Даня! Дед! 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 Ну что ты, дед? Дед! Дед! Деда! Он умер дальше. Дед! Дед! Ничего не поделаешь. Это точно. Ничего не поделаешь. Главных подозреваемых уже не допросишь. Здравствуйте, Дарья Алексеевна. Добрый день. А для вас у меня две новости, господин Тирбах. Одна хорошая, другая плохая. С какой начнем? С хорошей. Все официальные обвинения с господина Тирбаха сняты. А плохая, вы должны в течение суток покинуть Россию. Ничего не поделаешь. Ничего не поделаешь. Пошел. Иди. Вперед на колени. Подержи, Андрюха. Да. Алло! Сергей! Алло! 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 Кто? Кто это? Знаешь, кто ему звонит? Это Карл. Мой немецкий напарник. А Андрей скоро приедет? Скоро, уже скоро. Я у него попрошу другой костюм. Какой? Зайчика? Нет, крокодила. Ты будешь маленьким крокодилом? Да. И если придет этот злой дядька, он меня испугается. Он больше никогда не придет. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Черт! Это машина Кэрла. Соня! Карл! Это я, Хэйнс. Не глупи. Отпусти их. Слышишь меня? Ты же не убийца, Карл. Ты все-таки вернулся, Ханси. Вернулся, ублюдок. Да, я вернулся. Я нашел убийцу. Его больше нет. Ты везучий сукин сын. Тебе всегда везло, ублюдок. Карл, можно я войду? Кэрла. Карл, отпусти девочек. Я останусь с тобой. А мне опять не повезло. Никогда не везло. Карл, ты же коп. Ты знаешь, что лучше сдаться. Я знаю. Я знаю. Все знаю. Даже тебе повезло. Всем вокруг везет. Только старине Карлу не везет. Идите. Вася! Что? Что еще тебе надо? Только одну. Скажи мне, зачем? Мое прошлое. Всего лишь мое проклятое прошлое, Хайнц. – Ханці. – Ханці! Соня! Соня! Всё. Я так волнуюсь. Ну, как сидит, Маргарита Степановна? Ты просто красавица. Я так рада за тебя и за Хайнца. Да. Вот никогда не думала, что среди моих родственников на старости лет у меня снова появятся русские. На, причём из нынешней России. Честно говоря, я думала, что настоящих русских не осталось. А ты убедила меня в обратном, моя девочка. Да. Женщины всё прихорашиваются. Остановиться нереально. Даша сказала, что скоро спустится. Я так и знал. Ну, сколько можно ковыряться? Мы опоздаем. Ты сам всё время опаздываешь? Или вообще не приходишь? Даже чупа-чупс не принёс. Обманщик. Кто позорил, а? Кто позорил, козявка, а? Кто позорил, козявка? Кто, кто женщина обижает, тот же и диско. Все. Все. Научил на свою голову. А если ты её будешь обижать, то она вообще за тебя замуж не выйдет. Правда, Катя? Правда. Правда. Ни хрена не понимает. Я горжусь с тобой. Пожалуйста. Пожалуйста, не подведи меня. Я? Я буду стараться. Она будет стараться. Я даже знаю, где и как. Ну? Пошли. Пошли. Изумрудная принцесса. Пошли. Спасибо. Спасибо, спасибо. Ну? Ну что, невеста, всё как я обещал тебе — наша свадьба в России. Ты довольна? Да, очень. Спасибо. Как вам не стыдно говорить такие вещи, господин полицейский. Горька! 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 Раз, два, три, четыре, пять! Не стыжковать, не халдури! Целуйтесь! А по марши целуемся! Горька! Десять, десять, одиннадцать, двенадцать, двадцать... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова